с третьего места активный горожанин сельчанин там так далее сориентироваться кому с какими вопросами обращаться ну и так немножечко активность участия начнем чтобы было понятно что вы с нами как говорит время зря не терять эти я тоже напишу в чат начну перекличку небольшую дорогие участники нашего фестиваля меня зовут андреева алисия юрьевна я менеджер проекта фонда ульяновской культурной столицы и один из кураторов фестиваля современной культуры хорошо там где есть мы данный фестиваль в данном случае посвящен привлечению творческой молодежи на малых территориях и создания арт-объектов в пяти районах ульяновской области совместно с креативными пространствами третье место каждый из координаторов третьего места является куратором данного фестиваля на месте и привлекал жителей к нашему фестивалю создавая арт-объекты и мы с вами сегодня посмотрим что у них получилось рада всех приветствовать рада приветствовать координаторов рада приветствовать участников и напоминаю что данный фестиваль вот проходит под странажем фонда президентских грандов которые мы выиграли в этом году вот и спасибо им огромное за то что они представили нам предоставили нам возможность участвовать в них и реализовать наш проект на территории ульяновской области сегодняшнюю встречу у нас ведет модератор нашей встречи вот хочу вам его полностью представить его зовут алексей макеев это директор стартап центра самарского государственного медицинского университета выпускник школы модераторов алексей вам слово и вперед коллеги здравствуйте спасибо за представление но мы начали небольшую перекличку чате я так понимаю что у нас здесь 17 человек как минимум участников мероприятия я вот вижу что с сергеем там еще целая команда привет вам команда сергея да вот отлично спасибо что группу поддержки собой а вот там еще и люди но вообще классно то есть у нас участников на самом деле больше дорогие друзья я знаете что предлагаю давайте мы для 100 для начала как бы это мероприятие скажем так подотчетная я предлагаю все у кого есть возможность сейчас включить пожалуйста камеру чтобы мы увидели друг друга что вы там живые люди смотрели ваши светлые глаза а вот отлично ну и юля привет дорогие друзья у нас сегодня с вами по плану второй второй день скажем так рефлексивный о прошедшем фестивале и первый вопрос у нас из инзы екатерина присоединилась или все еще нет видимо не присоединилась у нее почему-то выкидывает зум и и сейчас мы и попробуем попробуем подключить по другим аккаунтам пробовать или куда по другим аккаунтам может быть с телефона попробовать подключиться там презентацию если надо мы сами поставим вот но тогда давайте пока начнем с теми кто есть можете как-то погромче сделать у себя звук вот у меня почему-то очень плохо вас слышно всем остальным как надежда так лучше что-то поменялось нас хорошо слышно так могу вот громкость микрофона прибавить вот все хорошо тогда буду так говорить значит у нас сегодня второй день рефлексия форуме мы начинаем сегодня с блока презентация арт-объектов который называется 5 историй 5 концепций 5 арт-объектов у нас с вами время она эту презентацию по плану запланировано 45 минут но поскольку мы чуть позже начали поэтому чуть 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 меньше времени у нас получается значит у нас с вами остается 25 минут соответственно по 5 минут примерно на каждую команду сейчас хотелось бы предоставить слово представителям территории соответственно те кто есть и для того чтобы подвести так скажем логический ток вашей работе с вашими арт-объектами рассказать о вашу историю вашу концепцию рассказать о том что у вас сейчас получилось то есть презентовали вашу работу за минут кто готов начать из кураторов территории я хотела немножко вмешаться и сказать что у нас распределено изначально кто за кем чтобы у нас не было заминок первые у нас выступают чердаклы потом измайлова потом кузова хорошо готовы а потом и инза и потом теринга если вдруг инза будет задерживаться значит теринга выступит инза в конце слова екатерине паунш представляется и презентация чердаклы с их арт-объектом да спасибо у нас арт-объект называется ажурный ансамбль мы приняли участие в фестивале хорошо там где есть мы в этом году чему очень рады мы хотели бы представить его вам дорогие участники ну что хочется сказать три этапа у нас прошли первый этап у нас был в конце июля двадцатого года где мы обсуждали на свежем воздухе на берегу озера на наши будущие креативные площадки мы визуализировали и представляли о том какой же будет у нас арт-объект всего в общей сложности у нас пришли 53 человека из совершенно разных слоев нашего населения чердаков были гости из района село старый уренбаш была делегация вот и мы вместе с викторией калдинской модератором данного фестиваля на нашей территории визуализировали мечтали многие жители связывали это место своей молодостью со своей юностью с периодом обучения в школе вот и многие говорили о том что необходимо облагородить эту территорию сделать ее местом где каждый житель сможет реализовать себя то есть это могут быть и зоны для каворкинга и просто место спокойного отдыха на берегу озера и сцена и многие радовали за очистку озера чтобы построить в будущем пирс чтобы можно было ловить рыбу в будущем вот запустить так скажем туда представители пернатых вот и чтобы все все у нас было замечательно красиво и хорошо но необходимо было с чего-то начать мы конечно брали все идеи вот то что вот люди говорили о чем мечтали вот и соответственно уже появилась возможность связать это с домом культуры в котором у нас располагается загс вот и на втором этапе уже когда мы собирались и к нам приезжали художники это было уже в августе месяце мы думали о том уже что конкретно можно поставить на нашей креативной площадке вблизи нее на так скажем тех объемах которые предоставляются и соответственно тоже изначально проект был это летняя сцена для проведения мероприятий на открытом воздухе чтобы так как в дк занимается много коллективов творческих коллектив танцевальных вот и то есть это было изначально место для именно проведения мероприятий массово на берегу озера но впоследствии так получилось что мы изначально приняв именно этот вариант за первый мы его потом пересмотрели ну разные были на это обстоятельства кто-то из помощников у нас не смог принять участие в реализации ну и вообще концепция там поменялась в общем оформлении площади потому что там рядом у нас находится находится площадь ленина площадь флагов где проводятся официальные мероприятия и тоже есть элементы ажурные соответственно так как рядом в дк у нас находится загс в целом оформление именно вот в таком вот ажурном стиле начато то есть там нас находятся такие мало архитектурные формы в виде яиц фаберже и мы решили что было бы неплохо сделать некую фотозону где могли по фотографироваться молодожены просто молодые люди там влюбленные обычные прохожие просто люди чтобы могли пользоваться как-то этой зоной и вот родился такой вариант что необходимо сделать ажурные качели и лавочки и поставить их но у нас был такой свободное место которое красиво на проецируется на рядом стоящий храм покрова пресвятой богородицы и ансамбль из хвойных деревьев и соответственно мы установили уже на третьем этапе этот арт-объект именно вот на эту площадку вот на третьем этапе нам помогали индивидуальные предприниматели которые у которых мы закупили материалы разработали вместе с ними концепцию кто-то помогал трудовым участием безвозмездно мы с командой населения вот и соответственно изготовили вот эти лавочки качели и соответственно уже в конце октября данный арт-объект был полностью закончен окрашен да вот здесь представлены как раз кадры арт-объект представляет собой металлическое сооружение вот то есть здесь видите погнутые листы металла профиля и соответственно выполнен в едином стиле мы конечно очень благодарны всем кто принимал участие буквально вчера нет не вчера наверное буквально дня три назад уже начали устанавливать новогоднее оформление всего этого комплекса нашего площадь дк полностью до центральную часть чердаклов и его тарт-объект изумительно общую так скажем концепцию там повесили фонарики и вчера видели люди проходят катаются фотографируются очень приятно ну количественные качества показателей отдельным слайдом тоже вывела все могли видеть вот но в целом в целом конечно отклик у жителей достаточно положительный потому что ну появилось такое красивое культурное место где можно отдохнуть где можно провести свое время может быть творческие какие-то озарение там получить то что место конечно живописное наверное основное все актерина спасибо что уложились в тайминг вопрос знаете какой вот я на правах модератора первый вам задам у вас история получилась очень интересная такая история трансформация от фото зоны до ажурных качелей здесь действительно прям проследуется такая трансформационная история собственно вот вы несколько раз сказали что это конструкция вписалась в концепцию концепцию собственно вы ни разу так и не назвали как бы вы коротко там одним или нескольким словами описали собственно в чем в итоге концепция то у вас получилось трансформации вашего от этого третьего места общественного пространства какие чем она заключается как она называется как бы сами назвали ну вот да я сказала о том что ранее но где-то год наверное назад на площади появились малые архитектурные формы вот в том же самом стиле вот на заднем плане вы можете видеть под елочкой до фрагмент то есть яйца фаберже такие они ну где-то высотой метр двадцать наверное вот и они тоже выполнены вот примерно в стилистике нашего арт-объекта темного цвета только они дело в том что чердаклы это место жительства последнего художника миниатюриста дома романовых Василий Ивановича Зуева и на территории чердаклов располагается музей Василий Ивановича Зуева вот он рисовал в том числе на свои миниатюры на яйцах и соответственно вот эта тема она тоже нашла свое отражение на площади вот ну у нас плюс еще в чем трансформация как вы сказали ну вот не было пожалуй так как ЗАГС рядом а фотозоны чтобы молодые там после регистрации брака могли выйти где-то засняться в красивых локациях у нас этого не было вообще вот а теперь это есть и собственно отклик уже прекрасный то есть у нас несколько пар сочетали с браком за последнее время и конечно впечатление очень хорошее осталось именно у людей кто вот участвовал так скажем в этом мероприятии увидели ух ты как красиво все у нас теперь около ЗАГСа концепция как бы как бы вы ее давайте подумаем над названием чтобы у нас историю вы рассказали классную как вы называли сами бы назвали эту вашу концепцию вы много опять рассказали сейчас классно что у вас там яйца фиберже есть и архитектора дома романовых а как концепция вашего третьего места вот сейчас который вы сделали есть у вас уже придумали какое-то краткое название как именно концептуальную часть ее выразить чтобы про зафиксировали и дальше двинулись к другим участникам начало презентации ажурный уголок на уголок вот отлично просто видимо либо не прозвучало ажурный уголок да вы просто не сказали бы это окей спасибо за презентацию коллеги из участников или из гостей нашего мероприятия есть вопросы к екатерине на этапе рассказывания истории вот проект проект про эту часть про историю про концепцию нас есть чем пару минут для екатерины чтобы мы могли вопросы задать пока не перейдем к следующей презентации в чате вопросов нет микрофон я вижу что тоже участников никто не включил ну что тогда наверное пока вопрос нет вопросы будут позже екатерина спасибо вам за презентацию давайте тогда по списку 2 мы переходим к территории измайлова тоже екатерина правда воротникова и тоже у вас будет пять минут на презентацию вашего вашего арт-объекта ваше третье место добрый день да меня зовут тоже екатерина у нас тут теперь стало много екатерин воротникова я маленький технический вопрос а презентацию кто будет показывать я или наде планировала наде показать презентацию но если нет то давайте я сейчас покажу презентацию на меня тоже есть только нужно чтобы прекратили показывать эти прекрасно журный уголок сейчас мы найдем ну давайте тогда я расскажу да что что у нас мы небольшой поселок вот в отличие от других ребят других третьих мест которые находятся в районном центре с большим количеством населения у нас очень маленький поселок и всего полторы тысячи населения но он исторический и наш как раз концепция нашего арт-объекта идея она связана с историей поселка это портрет шатрова никола я ключ это основатель и долгое время был владелец поселка до революции и до сих пор находится в поселке много зданий которым больше 150 лет большая фабрика это было суклонная фабрика когда-то она до двухтысячных годов работала потом сменила направление потом можно развернуть она мне не развернута спасибо да вот как раз первый этап фестиваля это было тоже это было и конец июля лето тепло встреча была на улице ну конечно уже были введены ограничения поэтому было небольшое количество людей около 25 человек пришло но самое важное что это были разные слои это были и дети и студенты и рабочие люди молодежь и пенсионеры конечно когда мы говорили о том что мы хотим видеть и что мы хотим изменить все говорили о проблемах молодежь говорила о том что им хочется какое-то интересное уединенное место где бы они могли тусить пенсионеры хотели бы прийти в парк и прогуляться а потом сесть на скамейки отдохнуть рабочая молодежь тоже как-то хотела чтобы было что-то где где было погулять по походить пообщаться и при этом все хотят все выражали общую идею что было бы должно быть такое место где можно уединиться ну со своими там каким-то кругом и многое говорили про историю но конечно глобальные идеи не могли вписаться в бюджет нашего фестиваля но я думаю что первый шаг мы для того чтобы произошли какие-то большие изменения мы вполне могли сделать и у нас здесь родились разные идеи такие направления какие-то про лабиринт про парк вот можно вторую встречу сейчас на вот это как раз была встреча уже через месяц к нам приехали эксперты дизайнеры архитекторы и мы уже говорили про конкретный арт-объект чтобы мы могли видеть мы ходили по поселку смотрели примерные локации говорили о том что каждый бы хотел испытывать ощущать или делать на той или иной территории и очень много было про историю и про то что под ну вот основателя имя основателя поселка нигде не указано нет ни название улицы нет никакой памятной таблички не портрета нигде вот и здесь родилась как раз вот такая идея спасибо ребятам архитектором дизайнер юра и тимур это и в принципе их идея такая очень интересная что-то похожее на это портрет шатрова который дал достаточно большой он на улице но при этом он напоминает что-то из творчества сальвадора дали если кто-то видел можно следующий слайд вот собственно это проект который предразумевает такую вот инсталляцию что ли но при этом там есть еще и скамейки в которых можно посидеть и тем самым мы иначе вот этим арт-объектом мы начали преобразовывать большой парк который очень много лет времени стоял совершенно не использованный там нет ничего по моему только одна существует скамейка и вот такое небольшое начало может стать для того чтобы парка дальше потом развивался как-то ну вот в обсуждении тоже принимали участие онлайн все и следующий слайд можно но это этап строительства объект такой достаточно сложный в том смысле что это это из дерева полноценный такой дерево до тяжелое и сейчас конечно мы использовали у нас использовали местные материалы местные предприниматели нам предоставили дерево окружу поселок окружен лесом было логично что делать объект из дерева но сейчас вот он не не состоянии финала еще потому что нам мы долго рассуждали решили что в зиму не стоит его устанавливать дерево должно подсохнуть но вот если следующий слайд посмотреть примерно то что должно получиться вот такой тестовый вариант он будет находиться то есть если встать идея такая если встать в определенную точку то можно увидеть силуэт вроде как портрет человека вот но других со всех точек совершенно непонятно что это такое но какие-то скамейки и вот главная задача которая несколько несколько задач которые мы решили это во первых начали заниматься этим парком поучаствовали все люди как кто был заинтересован и главное желание именно рассказать об истории она была реализована и мы рассматриваем вот это место как такую отправную точку для развития туризма который мы сейчас занимаем сельским и что у нас проходят экскурсии по поселку по архитектурному ансамблю и вот этот арт-объект этот портрет может стать как раз началом таких экскурсий например потому что во время рассказа гостям всегда говорится называется фамилия шатрова его история но нигде нет его не он не представлен и вот наш арт-объект как бы вот его такая задача показать можно сказать визуально вот ну и конечно он достаточно неординарно выглядит и первый вопрос конечно у всех возникает что это и эта тема для диалога вот следующий слайд ну там мои контакты ну в принципе это все что я хотела рассказать спасибо за внимание вопросы может быть катя то есть получается вы будете заканчивать объект уже весной летом да мы сейчас его на этой неделе мы его поставим полностью весь посмотрим что там как это будет выглядеть вот и наверное мы его уберем потому что день дело в том что дерево сырое и за зиму скорее всего поведет это трехметровый брус такой 50 сантиметров толщиной пятидесятка его он скорее всего поведет его свернет и хотелось бы его высушить то есть мы положим под пресс все детали а весной мы его поставим наверное так будет ну мы еще думаем честно говоря я правильно понимаю что это отсылка к произведению сальвадора дали у него по моему есть на входе в музей портрет линкольна который состоится из маленьких количества мозаик и они видны только целиком как портрет если отойти на определенное расстояние да да у сальвадора дали есть несколько таких объектов в музее там есть комната такая где стоит диван какие-то там еще вещи и видно портрет только и с одной точки и вот здесь такая же идея у нас была что портрет собственно видна столько с одной точки слушайте но еще один вопрос знаете возникает какой вы тоже с точки зрения истории классно вы рассказали очень интересно получается а вы сами как вот сказали что это получается диалог на предмет диалога что это что это за портрет такой вы сами как-то ответ на этот вопрос уже заготовили как бы как вы будете отвечать на этот вопрос ну конечно потому что у нас одно из направлений деятельности это как раз сельский туризм мы уже в этом году проводили экскурсии и есть опыт к нам приезжают люди посмотреть на историю на архитектуру конечно есть история мы можем все рассказать кто это что это и зачем не история шатрова а история ответ на вопрос когда непонятно как и что это за конструкция вы говорите что люди спрашивают что это и это начало диалога классно что диалог начинается но у вас у самих продолжение этой истории есть почему почему вот именно такая конструкция что она символизирует точки зрения развития вашего места там так далее вот насчет этого вы думали уже то есть как начинать диалог вот вот в чем вопрос но для меня как бы ответ на этот вопрос как раз по рассказ про историю не все знают хочется об этом поделиться и наверно вот так вот понятно хорошо коллеги есть вопросы к екатерине либо мы следующую презентацию будем сейчас слушать из кузоватого так в чате вопросов нет микрофоны тоже вижу что выключено всех екатерина спасибо давайте тогда перейдем к презентации номер 3 сергей вы готовы готов всем привет я хорошо слышно хорошо 3 секунды одежда меня на запущенность очень могу включить если можно меня почему-то какая-то нет с экранами если можно все готово не запускает спасибо спасибо так значит наш арт-объект огонь внутри изначально назывался вот так вот если по документам свечащийся шар вот мы немножко посоветовали все решили назвать его обоим внутри можно следующий слайд так значит 27 числа он у нас начался 27 июля замок заватом стратал фестиваль хорошо там весьма была организована дискуссионная встреча с участием населения была представлена были также представители мест администрации районного дома культуры образование спорта и соцзащиты также у нас присутствовали представители 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 бизнеса малого бизнеса вот была активна у нас дискуссия ходе дискуссию у нас как так получилось что у нас никто не понимал что нужно что мы хотим вот итоге мы пришли всякий едином мнению что нам нужно одно из мест отдыха какой-нибудь место для молодежи которым можно собираться вот так же вот у нас 252 участника так на втором этапе к нам приехали художники архитекторы была очень очень интересная встреча не за как у других но нам они очень помогли потому что мы собрались команды у нас было пять человек мы собрались вообще не представляли что нам нужно то есть мы вместо отдыха у нас есть как будут похожими то есть не было четкого представления что мы хотим вот мы начали погружаться вот четыре этапа нас познания себя сидели сначала медицировали потом все это выписывали 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 все это опять переделывали придумывали вот и у нас были совершенно разные то есть много разных новых идей мы придумали на которые их можно их фактически можно реализовать вот они маленько не подходят под не подходили под данный фестиваль да хорошо там есть мы вот там больше денежных затрат нужно было бы и так далее вот в итоге мы пришли как к одному то есть это что-то круглое что-то наподобие что-то круглое стеклянные либо блестящие что-то переливающиеся были для предложения что это какой-то шар калейдоскопа дереве который переливается хотела что-то или интерактивное вот но опять-таки этому маленько невозможно было сделать вот в итоге мы сошлись на том что это будет какой-то шар как потом будет не то светится не то переливаться и вот как тут мы на этом остановились в итоге вот нам архитекторы предложили вот художники нам предложили а вот такой вариант можно читать пожалуйста да предложили нам общем вариант железного шара здесь нас общественное обсуждение вот мы 23 числа выложили опрос 23 числа проходил у нас было четыре места то есть это парк победы парк 30-летие победы а потом у нас есть это вот у нас площадь ленина парк победы парк резчика сорокин то есть как бы две-три локации они находятся как в таком одном районе то есть они близко они друг другу примыкают вот и стадион стадион нас находился находится находится в конце поселка вот и так как у нас парки сорокина вроде лавочки есть и и лавочки тоже кованые у нас есть и мостик там влюбленных там статуи вот резчика сорокина у нас есть на площади ленина уже у нас есть такие современные прикольные у нас новые сцены стульчики подиумы там деревянные как площадочки с деревянными лавочками то есть уже все обустроено вот хотели в парк победы потому что парк нас немножко ну не было устроено вот в ходе от голосования был выбран парк но потом уже посоветовавшись с администрацией было принято его перенести все-таки парк имени резчика сорокина потому что здесь ближе удобнее свет было подключить и вот есть такая проблема как вандализм она я у нас ощущается как мы переживали за сохранность шара парк победы вот она вместе и свет есть и камеры как бы наблюдают и здесь вот такое хорошее место плюс шар списывается как раз есть не на слабых не видно но вот рядом с этим шаром стоят еще полные лавочки мости как раз то есть общая стилистика совпадает вот а значит шар у нас мы закупили спасибо предпринимателям которые предпринимателю который согласился потому что почему-то многие предприниматели не хотели наотрезно почему-то связываться нет можно назад пожалуйста слайд еще до вот то есть мы закупили материал шар у нас сделался в ульяновске в кузнице начинку вот эту всю электронику нам помогал делать юрий то есть по сути он практически он еще и сам и сделал вот ему большое спасибо все это эти светодиоды которые покупались москве все это программное обеспечение все это устанавливали получается позавчера 25 числа 6 вечера они к нам приехали и мы вот устанавливали его копали мертвую землю откручивали свою соединяли красный шар такому быть уехали от нас ребята 5 часов в одиннадцатом часу они от нас вот очень пригодилась не только сил но и смекалка вот так он у нас выглядит горит по количеству результатам у нас получается в общей сложности 150 участников это просто есть даже то есть в этом проекте по факту пока мы его решали участвовать много людей советом помог кто-то там какие-то связи тут подружки то есть четыре месяца работы шар у нас на протяжении там полутора месяца готовился немножко растянуть нас вот хорошо что мы вывлекли все социальные сферы это очень важно и у нас у нас акции у нас была в местной сми у нас публикации газете было а также я с этим проектом выступал перед губерку перед главой государственного аппарата совещания и вот еще что хочу сказать о старт объекта до насчет шара то что у нас мы сами то что мы мы вы сделали мы сами немножко находимся в неком смятении потому что мы сами немножко не понимаем что это но от этого приплюг от этого интерес есть то есть шар однозначно вызывает эмоцию ему точно знаю что такого нигде нет потому что лавочки у нас есть то есть как бы все более-менее похуже если вот такого нас не было вот но теперь есть это однозначно вызвать эмоции у кого-то положительное кого-то недоумение Спасибо, Сергей. Вы, конечно, сняли вопрос языка. Все это время очень хотелось узнать, что каждый вкладывает что-то свое в этот шар, скажем так, местный такой локальный глобус Измайлова или новый спутник появился. Ну, это уже мои такие догадки. А вы-то и ваша команда, собственно, кто придумывал эту концепцию, есть какая-то, скажем так, официальная трактовка, что этот огонь внутри символизирует для вашего населенного пункта, что он символизирует для того места, где он установлен? То есть в чем вообще сакральный смысл, как вы, как автор и как идеолог этого проекта видите, как ваша команда это видит? Шарму установили в этом месте. Мы хотели сделать, прежде всего, место для молодежи именно до, так сказать, до 18 или до совершеннолетия, потому что у нас есть, например, центральная улица, она хорошо обустроена лавочками, но она оккупируется, так сказать, ну, более взрослым поколением, ну, не взрослым поколением, как сказать, ну, а 20 и выше, потому что там подъезжают на машинах, все отдыхают, сидят. И вот молодежи, то есть до 18, там, до 20 лет, нету места такого, куда можно спокойно прийти, посидеть, то есть такого тихого, уютного места. И в таком случае шар, у него подсветка, она имитирует... Сергей, вы изняли, у вас проблемы со связью были, повторите, пожалуйста, что имитирует подсветка? Подсветка имитирует горение огня, то есть как будто там костер, то есть вот через дырочки вот такие вот поблески. Вот, то есть это, во-первых, у нас выглядит как костер, то есть место притяжения, куда можно прийти вечером, посидеть, так сказать, погреться, побеседовать. И, кстати, такой момент в самовнушении, не знаю, может, нашего мозга, когда мы его поставили, вот смотришь туда внутрь, в этот шар, оттуда идет тепло как будто, то есть это мозг так реагирует на теплый свет. Вот. И, ну, трактовка шара, он так получился, мы ожидали, что он будет там гладкий такой, кругленький, идеальный. Он получился как вот, как футбольный мяч его сваривали, и там есть некоторые места, которые вот где-то не совсем гладко, не совсем вот ровненько, где-то вот немножко еще черный металл остался. То есть вот такой, то есть он не идеальный, там вырезали специально дырочки вот как для света плазморезом, то есть он не получает, он вроде круглый, но он не совсем идеальный. И вот здесь может быть такой посыл, что каждый человек тоже, может быть, не совсем идеален, да, но внутри каждого у нас горит огонь. То есть вот посыл такой вот может быть. Хорошо. Но здесь мы хотим еще насчет этого, будем обсуждать, выбирать концепты. Спасибо, да, да, про будущее мы, конечно, поговорим, у нас это запланировано на следующем, как бы, круге обсуждения. Коллеги, если вопросов нет, то здесь единственный вопрос был и в чате от Юлии Шальдулиной по поводу, неужели в небольшом населенном пункте прответает вандализм, но я предлагаю на этот вопрос ответить в следующем этапе, когда мы будем будущие объекты обсуждать. Вот, а сейчас хочется передать слово четвертому выступающему, это, соответственно, у нас Инза. Екатерина, вы появились? Да, да, здравствуйте, явилась. К сожалению, вышла через телефон, через компьютер, не получилось выйти. Всем добрый день, очень приятно всех видеть и слышать. И вот разверните, пожалуйста, на весь экран, если можно. Так, это последний вариант, да, который сегодня загружен. В общем, наше лептофестивали «Хорошо там, где мы есть» – это арт-объект «Культурные грани». В принципе, это вот сейчас вид представлен на экране тот, который в идеале должен был быть. И, в принципе, мы на это были нацелены. Потом он несколько раз претерпел изменения, поэтому будем об этом говорить подробнее. Задача поставлена нам с начала проведения дискуссионных встреч. Это в силу того, что у нас санитарно-эпидемиологическая обстановка неблагоприятная и распространение инфекции у нас тут имеет свою силу значительную. Мы проводили все дискуссионные встречи онлайн, наши вот дискуссионные в смысле встречи. В рамках начала мероприятий был создан анонс данного проекта, где мы вынесли на обсуждение местонахождение арт-объекта. И вообще необходимость создания этого арт-объекта у нас на территории. Были предложены шесть вариантов выбора места. Это район Китовка напротив клуба, парк имени Морозова, задний двор Центра детского творчества, район Лесхоза, район Фабрики и свой вариант. В опросе приняло 283 человека. В результате открытого голосования большинством голосов был выбран парк имени Морозова. Информация в сети, все это, конечно же, имеется, и там можно просмотреть и голоса. Этим опрос не завершился. У нас проходил он в несколько этапов. Дальше посредством анкетирования мы опросили предложения, собрали предложения жителей города, что они хотели бы видеть в парке. То есть это детские площадки, горки, аттракционы, спортивный инвентарь, дорожки, тропинки, открытые сцены. Опять-таки большинством было выбрано место, чтобы посидеть, полежать. Дальше еще из вариантов был газон и клумба деревьев, мороженое, кофе и элементов оформления декора. В принципе, мы потом уже на следующем этапе провели онлайн-встречу, на которой в Зуме с модераторами, кураторами и жителями Инзы, в котором приняли 7 человек участие, в открытой дискуссионной встрече мы пришли к выводу, что необходимо сделать лежаки, лавочки и большую открытую сцену для просмотра фильмов. Но на этом же втором этапе в рамках фестиваля нашего в мастер-классе с участием рабочей группы по разработке арт-объектов, в котором приняли участие также Юрий Вольфович, Тимур Байгузин, если я ошибаюсь, извините, Александр Желонин, Арина Навак, которые помогали нам спроектировать будущий арт-объект. Наш объект потерпел значительные изменения. И работа оказалась очень интересной, плодотворной. Она состояла из нескольких этапов. Мы учились и прислушиваться к себе, и рисовали карту города будущего. И мы нашли именно то, что хотим. Потому что именно сочетание того, что где посидеть и местонахождение и молодежи, и элементов оформления и декора, все сочеталось в одном объекте. И с учетом того, что у нас все-таки деревообрабатывающая промышленность имеет главенствующую роль в районе, соответственно, взяли под основу это фанеру и брусья, которые у нас тут производятся. Также мы произвели опрос общественного обсуждения, который согласовали на третьем этапе, проведенном после итогов мастер-класса. И появился у нас уже конкретный вид арт-объекта. И, соответственно, у нас приняло в голосование в общественных обсуждениях 30 человек. Вот. В дальнейшем давайте перейдем по арт-объекту самому, по строительству. Сотрудничество по закупке материалов мы осуществляли с несколькими предпринимателями. Это Сонин Сергей Анатольевич брус закупали, индийский деревообрабатывающий завод, который является у нас городообразующим предприятием. И закупали у Лукьянова Олега Сергеевича. Вот. Саморезы, уголки. Перевозка материала. Также у нас участвовали в основном на общественных началах Кузьмин Сергей Владимирович, индивидуальный предприниматель Олег Николаевич Чернецов. Опять-таки, мелкие какие-то поставки нам осуществлял управление культурой, управление образованием Нинского района, погрузки, разгрузки. Так как брусья, они значительные габариты имеют, то есть это восьмиметровые брусья, десятки. Вот. Соответственно, в разгрузке и погрузке принимало участие восемь человек. Помещение, с учетом того, что все-таки строительство было осуществлено в зимний период, буквально сейчас, так, это 25-го, да, у нас, получается, ноября все происходило. Соответственно, мы не могли это все осуществить на улице, потому что это продолжительное время было занято для этого, и было предоставлено у нас помещение районным центром творчества и досуга. В данном случае, вообще, во время всего проекта мы взаимодействовали и с местными СМИ, с субъектами предпринимательской деятельности, с местными тоже, администрации района, индийские районы центра детского творчества, учреждения культуры, волонтеры и неравнодушные люди. Конечно, с молодежью было сложновато, потому что период такой именно и короткий, надо было строительство осуществить, и плюс еще все-таки рабочее время, школьники и студенты были задействованы, и рабочие молодежи именно работали, поэтому свои сложности в этом направлении, но мы их преодолели. Работа по разметке на листах фанеры, уточнение макета арт-объекта. 21 ноября к нам приезжал Юрий Вольфович и Александр Желонин, они нам помогли конкретно разметить фанеру, разрезать в начале этапа этого... Катерина, у вас заканчивается время, просто нам надо еще успеть с Теренгой пообщаться, поэтому, пожалуйста, закругляйтесь. Быстрее, да? Все хорошо. Ну, завершайте ваше выступление потихонечку. Хорошо, хорошо. Сейчас быстро скажу, то есть выстраивание и диалогов с бизнесом и добровольцами, это, конечно, особое место в этом проекте. Потом мы все это собрали. Так, это у меня уже к эффективности перешли, да? То есть на сегодняшний день, давайте так говорить, на сегодняшний день что мы имеем? Всего по результатам проекта приняло участие 350 человек. Это в том числе и онлайн, и не онлайн, офлайн. Вот. 19 публикаций в социальной сети опроса, анкеты, увеличение посещаемости парка. Будем надеяться, что это все-таки будет, потому что на сегодняшний момент все-таки объект находится не в парке, а в помещении на 30%. Более подробную мы оценку произведем при установке. Опять-таки, можно следующий слайд? Покажите, пожалуйста. Вот, и хотелось бы вот как раз тут завершающие картинки. В результате мы имеем одну собранную часть, вторую собранную часть мы соберем ближе к весне, потому что, чтобы вынести, нам надо будет это подразбирать и выносить. Это как показатель. Потом мы сделаем гамаки и облагородим это все, украсим рисунками местных художников. Поэтому, в принципе, проект можно считать удачным, быстрым в исполнении, но очень интересным. И в перспективе, кто-то говорил про концепцию дальнейшего развития, у нас в данном моменте будет очень много проведено событийных мероприятий, где будет задействовано молодежь, и место будет очень актуально. Давайте мы про... Да, спасибо большое. Про будущее объекта поговорим в следующей части, когда сейчас первую презентацию закончим. В общем-то, у вас так же, как и в чердаклах, произошла трансформация самой концепции в ходе ее реализации. Осуществление, да, да. Да, в ходе осуществления. Очень интересный опыт. Вот. К сожалению, на вопросы уже времени остается, поэтому спасибо вам за презентацию. И давайте мы перейдем к Александру Суркову. Александр, вы готовы? Александр? Александр, включите, пожалуйста, микрофон. Вас не слышно, если вы вдруг что-то говорите. Так, коллеги. Александр, включил камеру, теперь осталось включить микрофон. Алло, Александр? Вот так слышно меня сейчас? Да, да, слышно. Да, небольшие технические неполадки. Пожалуйста, ваши пять минут. Да, конечно, уложусь. Вот. Наш арт-объект, это, начнем с того, как появились наши окна Percy French, да, и почему такая, такие окна, собственно говоря, такого названия. Когда на встрече, на первой встрече с населением по поводу вообще, что такое арт-объект и что, собственно говоря, мы хотим сделать, мы собрали людей. Действительно, получился такой срез общества, то есть были и администрации, и школьники старшего звена, и работники соц. учреждений и прочие. То есть и простые жители, даже которые мимо проходили, мы тоже делали в парке, ввиду ограничений в связи с пандемией, останавливались и даже так, нет, нет, до слова свое говорили. И это было так немаловажно. Потом, правда, меня даже после этой встречи спрашивали, а что дальше, что будет дальше. Ну вот на этой встрече обозначились некоторые такие общие моменты при помощи модератора Любови Соколовой. Она нам, так сказать, выдернула из нас, из каждого, что мы чувствуем в Теренге, чем мы живем в Теренге, и что нас общие действительно связывают. Порой мы даже это не замечаем. На встрече, все эти материалы, которые были на встрече, мы их аккумулировали и представили уже на второй встрече с художниками, которые к нам приезжали. Как раз можно, да. Вот как раз-таки, да, проектные мастер-классы по созданию арт-объекта. Мы им это, грубо говоря, передали. Уже тут подошли, участвовали в этой встрече не только те художники и те дизайнеры, которые приехали, но и наши, допустим, преподаватели Центра детского творчества, которые являются художниками, педагог и прочее. Встреча тоже была не в большом составе, потому что ввиду ограничений, опять-таки, за коронавирусом. Но, тем не менее, вот в результате обсуждения, что изначально планировалось, ушло куда-то далеко-далеко, а появились действительно новые такие моменты, объединяющие. Тем более, когда с художниками мы погуляли по самому поселку, как говорится, когда мы, жители, живем на одной территории, у нас глаз замыливается. И мы не видим, порой бывает, тех мелочей того изюма, как принято говорить, который есть на той или иной территории. И вот художники нам предложили такой вариант – сделать окна высотой где-то в районе трех метров, а не у нас с подсветкой совсем. Но у нас была цель, нам администрация тогда еще выделяла одну территорию около ремонтируемой главной площади поселка. И там была цель загородить хозяйственные постройки, поэтому, собственно говоря, и родились такие вот, такой большой массивный объект, арт-объект. Но в результате, когда нам художники прислали макет, и мы его стали обсуждать, в том числе и с жителями, и с представителями администрации, это как раз следующий слайд будет, у нас выяснилось то, что, в принципе, нас не совсем, так сказать, этот объект увидели в том месте некоторые сильные миры всего, как говорится, некоторые сотрудники администрации. Поэтому, как он не вязался с площадью, и в ту территорию нужно было вкладываться более 50 тысяч, нужно было разрабатывать. Хотя мы предлагали более дешевый вариант, но все же. В итоге мы нашли компромисс. Эти окна, этот арт-объект мы оставили. Такой был действительно компромисс. Мы хотели, наша команда хотела эти окна оставить, именно как есть окна, которые переносят полностью окна нашего барского дома, нашего особняка Петти Френч. Но что-то их изменить и на новой территории, чтобы они обрели новый функционал, потому что функционал они потеряли в связи с этим. И у нас родилась такая мысль из этих окон сделать небольшую такую, получается, большую афишу около районного дома культуры. Опять-таки, ввиду того, что материал, основной материал, это ОСБ панели, брус и прочее, тоже дерево, конструкции деревянные, нами было принято решение о том, что мы выставляем и презентуем этот объект на 4 ноября. И как раз фотография именно с 4 ноября там есть, дальше будет в презентации. Мы его презентовали населению и получили тем самым обратную связь. То есть мы поняли, где нам что-то доделать, где нам что убрать, где нам как видоизменить. Допустим, пожелание главы было, меня очень сильно это удивило и порадовало, он сказал, отличная идея, очень даже. Но выиграть цветовую гамму подберите, когда уже площадь будет готова, центральная площадь, выиграть, подберите, чтобы не выбивалось. И сейчас мы приняли такое решение. Мы эти окна перенесли в здание ДК, мы будем использовать их под выставочное пространство в зимний период, здесь в районном доме культуры. Только наступает погода, весной хорошая погода, мы их выносим, собственно говоря, уже перед ДК, и они будут использованы как афиши, на которых, на счетах которых будут вставные выносные счеты, на которых наш местный художник уже пишет, то есть несколько десятилетий подряд он пишет афиши под каждое мероприятие, а не каждая афиша уникальная. К сожалению, они не сохраняются, эти афиши. Вот такой вот функционал. Да, были у нас, конечно, отзывы всякие, разные, вот после 4 ноября, когда жители это увидели, но тем не менее, большинство было положительных. Почему? Потому что еще нам сыграло на пользу, день был серый, день был такой слякотный, можно сказать. И они являлись ярким пятном. С одной стороны ДК и мероприятие было на крыльце Дома культуры, а с другой стороны строящаяся еще площадь реконструированная, то есть строительная работа. И нам это тоже, так сказать, повезло, и они увидели действительно, что это лучше, чем было до этого. Вот, поэтому, думаю, жителям понравилось, думаю, когда мы его приведем уже в порядок весной, еще больше, еще лучше будет. Вот, у меня все. Вот как раз, да, как раз, вот это вот была такая небольшая презентация, но он будет перекрашен полностью. То есть, вот как раз-таки, где написаны, нарисована четверка, День народного единства с праздником, эти щиты вынимаются, они грунтуются и пишутся что-то новое под определенные мероприятия. Если вы обратите внимание, они стоят еще на старых опорах, с краю это видно, но вот как раз-таки весной они будут стоять на новых опорах и под новый цвет, под цвет того именно ансамбля архитектурного, который будет расположен на площади. Потому что вот как раз-таки фото делалось со стороны центральной площади. Вот. Хорошо, Александр, спасибо. У меня, знаете, единственный вопрос возник в связи с вот этим последним, предпоследним слайдом. У вас написано, что основанное на местности, на истории местности выставочное пространство. Кроме имени, то, что вы Екатерине Максимовне... Могу рассказать. Посветили, да. Если можно только за минуту, прям буквально в чем же это основанность на местности истории? В этом поселке стоит барский дом. Особняк последний из рода симбирских, ульяновских, киндяковых Екатерины Максимилиановны Перси Френч. Этот особняк строила не она, этот особняк строили еще князья Голицыны и Долгоруки, которые были приближены к царскому двору. Особняк с шикарной, красивой историей, со своими привидениями, со своими мистическими легендами и с легендами о пытках, озамурованных крестьянах в стенах и подвалах этого здания. И вот как раз-таки форму окон полностью повторяет форму окон этого особняка. Особняк, к сожалению, сейчас разрушается. Он с 2004 года не функционирует как объект, то есть он является, можно сказать, бесхозным. Ну вот надеемся в том числе через эти окна привлечь, через туристов, которые будут... Кстати, был такой момент, что туристы, когда смотрели на эти окна, приезжали и говорят, о, это окна Перси Френч. То есть мы даже через это выставочное пространство, даже через эту афишу делаем отголосок и обращаем внимание на то, что памятник культуры разрушается, что ему необходимо помочь, что его необходимо законсервировать и сохранить наше национальное достояние, национальное достояние нашей Теренгии. Отлично, спасибо, Александр. Ну вот, кстати говоря, Перси Френч сама же говорила в воспоминаниях о том, что 300 лет понадобится на восстановление того, чтобы было во время Великой Октябрьской революции разрушено. Ну вот вы гораздо за более, так сказать, меньше промежуток времени начали восстанавливать ее наследие в вашем городе. Пытаемся. Ну да, как минимум начали. Спасибо за вашу презентацию. Я, если вы не против, предлагаю сейчас с вас же начать второй круг рефлексии, чтобы времени как бы не тратить, потому что мы выбились немножко из тайминга. Я предлагаю вам, а потом, наверное, давайте по обратной последовательности выступавшие, я хотел бы такие вопросы с вами обсудить. Вот сейчас вы сказали, что уже заложили некоторый фундамент для изменения этого созданного объекта, то есть он будет перекрашиваться, с ним еще какие-то будут происходить виды изменения. Вот я бы хотел предложить вам, там тоже буквально за пять минут, чтобы мы все успели высказаться в этом круге рефлексии, такие вопросы рассмотреть. То есть первое, что вы считаете в данном случае победой, маленькой или большой в вашем взаимоотношении с местными жителями, в вашем изменении территории? То есть в чем здесь был ключевой успех, что является фундаментом успеха фестиваля в вашем городе? И самое главное, есть ли у вас концепция, как вы, во всяком случае, сейчас видите, развитие этого арт-объекта, этой территории? И как вы планируете, в каком ключе планируете продолжать работу с местным сообществом для того, чтобы сделать еще более востребованным, еще более эффективным, интересным это пространство, которое вы сделали? Да, спасибо, отвечу. В чем наша победа и победа в целом фестивале относительно местного сообщества, относительно территории? Когда на первой встрече мы с жителями обсуждали, что такое арт-объект, большинство их, к сожалению, не представляло. И что это такое? Большинство жителей пугается слово арт-объект. Это что-то непонятное будет, это что-то будет ненужное и прочее. Люди это именно так воспринимали. Мы же, создав этот арт-объект, дали понять, что любой арт-объект можно основывать на нашу идентичность, на нашу территорию, на нашу историю, в конце концов. И, тем не менее, это может быть необычно, но и имея свой функционал. То есть, может быть востребовано жителям. Это вот наша такая действительно победа. И победа в том, что, когда, допустим, только начинался этот проект, здесь, на территории у нас, люди мало верили, что-то с какой-то опаской, может быть, недоверием были. Но когда увидели готовый арт-объект, действительно они стали подходить и стали делать конкретные предложения. Допустим, вот здесь бы мы так сделали, а вот здесь бы мы так поставили, а здесь бы так покрасили. И это нормально, это хорошо, это получаем обратную связь от местных жителей. В этом выстраивается диалог. То есть, Александр, сейчас у меня вопрос. То есть, если я правильно понял, что просто мы финализируем вопрос с победами. Вы, как я услышал, победы вашего фестиваля в Теренге заключаются в том, что вы из отношения с опаской к арт-объектам, вообще к этому понятию, вы перебороли общественное, так скажем, опасение и превратили его, наоборот, в общественное соучастие и смогли арт-объект сделать таким, чтобы он отражал и усиливал историю вашего города. Правильно? Да, да. Спасибо. Ну и тогда второй вопрос. Да, по поводу развития арт-объекта. Как я уже и сказал, объект сейчас находится, допустим, у нас в ДК. В ДК он будет востребован сейчас, в зимний период, в новогодние праздники. Мы делаем из него там выставочное пространство. Делаем определенные какие-то, может быть, фотозоны, прочее. Всегда в культуре такого рода объекта они нужны. И они востребованы. Мы сейчас уже, допустим, нашли место в ДК, где мы эти окна поставим. И вот в эти ниши, которые у нас есть, которые вынимаются, будет использоваться именно для выставочного пространства наших художников, наших фотографов, именно местных ребят, местных жителей, которые нигде не выставлялись. И порой бывает интересно, беседуя с такими людьми, а люди творчески тяжелые люди, в некотором плане с ними беседовать нелегко, они как говорят, вот действительно в этом пространстве, в этих рамах оконных выставиться будет интереснее, чем нежели просто картину повесить на стену. Поэтому это есть такое вот пространство. Говорить о его функционале именно как афиши, которые в дальнейшем планируются, и для чего он задуман, собственно говоря, на улице. У нас есть одна особенность. Сейчас мало у кого в районных центрах сохранились афиши, которые пишутся под каждое мероприятие художником. Именно художником. Сейчас везде это все век цифровизации, везде все это впечатается, это постеры и прочее. У нас же нет. У нас каждая афиша – это произведение искусства, которое, да, как я говорил, сохраняется только на фотографиях, к сожалению, потому что холсты грунтуются, ограниченное количество холстов. Поэтому это вот наша такая особенность, мы ее хотим сохранить, по крайней мере, пока есть сил у художников наших художников творить и делать это. Такое благородное, можно сказать, дело. Александр, спасибо за комментарий. Но, смотрите, это такой, я бы сказал, пока у нас еще есть время, я бы еще вам пару вопросов задавал. Это вы сейчас описали, но я бы сказал, такой краткосрочный план по реализации ваших окон в Дворце культуры для сохранения афиш, как вы сказали, как исторического наследия культурного. А какая-то долгоиграющая, стратегическая задумка у вас есть? Может быть, у вас какая-то есть смелая мечта или идея, что вы хотели сделать? Расскажите, пожалуйста. Когда вот как раз-таки то место, где эти окна задумывались, это небольшой кусочек земли, клочок земли, который граничит с нашей центральной площадью, как раз-таки где и хотели закрыть этими окнами технические сооружения. Мы с ребятами из команды третьего места не оставляем попыток и будем, я думаю, мы будем участвовать и в грантах, и везде, именно командой, чтобы то пространство, которое мы хотели изначально довести до ума и сделать его таким неформальным, молодежным пространством, такой создать контраст. Когда центральная площадь большая, она в грусчатке, она в асфальте, она в современных таких малых архитектурных формах, но рядом с ней, тут же рядом с ней, идет совершенно зелененькая травка, идет такое современное, такой лаунж-зона для молодежи, можно сказать, без тротуаров, то есть без какого-то там брусчатки, без асфальта. То есть такой контраст. Сейчас, да, сложно пока сломить это вот в представлении умах наших жителей, которые, к сожалению, там больше 50 лет, им сложно это. Для них все, что хорошо, это асфальт, грусчатка и прочее, в большинстве своем, к сожалению, в советском мышлении осталось. Мы же хотим вот это вот показать и поломать. Да, вот как раз окна и арт-объекты, это маленький шаг к этому. И даст Бог, мы этого добьемся, это мы сделаем. То есть если финализировать Вашу часть выступления, то Вы хотите на следующем шаге продолжать работу с местным сообществом, скажем так, из вертикальной плоскости окон в горизонтальную плоскость пространства вокруг окон перевести, правильно? Да. Коллеги, у нас буквально еще минута есть на вопросы к Александру, к опыту их работы в Теренге. Соответственно, если какие-то вопросы есть, либо в чат напишите, либо, может быть, кто-то голосом подключится. Буквально всего один вопрос, наверное, успеем сейчас обсудить еще, чтобы со всеми остальными участниками это сделать. Есть желающие вопросы Александру задать по их маленьким и большим победам в Теренге? Ну, вопросов, видимо, нет. Александр, спасибо большое за Вашу презентацию, за выступление, за взгляд в будущее. Тогда давайте второй круг рефлексии продолжим с Инзей, с Екатериной. Вы еще с нами? Да, 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 я с Вами включаюсь, подключаюсь. Да, в целом такие же вопросы, как и Александру. То есть вопрос в чем? Во-первых, как бы вот Вы нам рассказали презентацию, а если можно из нее какой-то вывод? Первый вопрос – это победа. Что Вы считаете победой в реализации этого фестиваля в Инзе? И второй вопрос, тоже такой более глобальный. Ну, то есть понятно, что у Вас сейчас осталась большая часть работы по непосредственной установке Вашего объекта в парке Морозова. И это, как бы, опять-таки, краткосрочный план, когда весной снег сойдет. А вот с точки зрения стратегического развития общественных пространств, с точки зрения стратегического развития третьих мест и вообще Вашего дальнейшего видения работы с активистами, с местными жителями, если такие идеи какие-то уже есть, тоже, если можно, поделитесь, как Вы дальше видите направление и концепцию развития Вашего пространства в Инзе. Хорошо, хорошо. Что сказать про победы? Как оказалось, мы готовы к реалиям нового времени, что вот неожиданно для нас получилось так, что вот пандемия и вот эти условия ограничительные сделали возможность нам просто-напросто наладить взаимодействие с людьми, с населением через дистанционную связь, через онлайн-формат и проводить опросы и анкетирование также в интернет-пространстве. Поэтому для нас это тоже достижение большое. Затем, опять-таки, не бояться, наверное, больших объемов, больших фигур, глаза страшат, руки делают. Просто все-таки страх какой-то одолевал при чертежах, при всем этом, когда это все сформировалось не так, оказалось это страшно. Хотя даже с утра формирование этого объекта, работа над ним было жутковато, но в итоге все сделано, и это наша общая радость. И что еще? Что данный объект будет для нас очень перспективным в дальнейшей работе. И тут я, наверное, плавно перейду на развитие арт-объекта и дальнейших перспектив. Потому что наш парк имени Павла Тимофеевича Морозова на будущий год будет претерпевать изменения. И в 2022 году также будут вместены в него свои коррективы. И наш арт-объект сейчас удачно туда впишет, что там будут оставить бетонные покрытия тропы вокруг периметра парка, потом центральная улица. А в 2022 году будут установлены спортивные площадки, детские площадки. И когда установится весной этот объект, и доведется до ума, потому что именно он будет очень интересный и очень объемный. То есть чтобы было понимание, вторая часть этого объекта, то есть это вот одна часть будет, вторая часть доработанная, будет между ними гамаки развязаны. То есть эта территория, можно сказать, удачна для проведения всех мероприятий, особенно молодежных, каких-то бесед, профилактических. Я думаю, неоднократно это будет использоваться даже ближайшей школой номер один, которая будет там проводить, не знаю, профилактические те же самые. Извините, с телефона звонок сбросила. Опять-таки хотела сказать, что отработки этот проект будет очень яркий, насыщенный. Будут работать у нас местные художники, метафорические узоры будут нарисованы на нем. И в принципе этот объект пишется в зеленый интерьер парка. Поэтому он сам по себе будет очень интересный, хотя и пока что пугающе на перспективу доделать, чтобы все было в том формате, в котором мы это представляем. Хорошо, Екатерина, вопрос. Опять мне звонят, сбросила. Пока отключился микрофон, тогда вопрос вам задам. Но вы рассказали сейчас, как это ваш арт-объект будет вписываться в, скажем так, в уже запланированную обновление, как сказать, реконструкцию парка. С этим понятно. А, собственно, с местными сообществами. Вот сейчас вы одной из побед своих назвали, это то, что вы смогли в условиях пандемии организовать, тем не менее, в формате онлайн дискуссии, обсуждения. Это хорошее, существенное достижение. А дальше, как вы планируете развивать? То есть будет ли работа с местным сообществом связана с вот этим обновлением в парке? Или вы какие-то, например, новые локации будете выбирать? Или, не знаю, привлекать людей для того, чтобы как-то наполнить новыми смыслами, социальными, историческими, культурными этот объект? То есть у вас какое-то есть видение, собственно, как дальше этот фестиваль продолжать? В каком из путей? Либо из мной названных, либо у вас какой-то слой, еще вариант есть? Вообще, как бы, спасибо за вопрос. Вообще, в рамках работы самого парка очень много там проводится мероприятий. Мы можем под своей гидой, третьего места, и хорошо там, где есть мы, проводить ряд мероприятий. Мы говорили об оценке эффективности. То есть когда мы поставим, мы можем определить вообще востребованность этого проекта. И в дальнейшем мы можем в рамках третьего места использовать этот объект в нашей работе. Потому что вот если посмотреть на... Не в обиду коллегам сказано будет, другим руководителям объекта, но именно как бы наш объект, он действительно, как это, поможет нам в работе. То есть особенно в летний период мы можем проводить какие-то встречи, какие-то обучающие семинары или, ну, что-то интересное, даже какие-то мини-выставки, не знаю, на базе именно вот этого арт-объекта. И там места посадочного достаточно много. То есть даже вот есть День дружбы у них, ну, мероприятие, которое проводится культурными учреждениями. Мы можем как-то это тоже задействовать. Опять-таки детские мероприятия и игровые программы. То есть что-то... Ну, то есть, смотрите, если я вас правильно услышал, то сравнение получается, что вот Александр говорил о том, что они будут развивать новые, так сказать, новые плоскости общественного пространства, уходить из окон в, скажем так, в пространство вокруг окон, то ваша стратегия – это на фоне побед, связанных с способностью организовать городской диалог даже в онлайн-формате, вы следующим шагом планируете созданное арт вот этого пространства, третье место, наполнить его уже культурным содержанием для включения местного сообщества в обживание и в эффективное использование собственно вот этих вот креативных лавочек. Да, вот как раз, Алексей, вот именно задумка в том, чтобы вокруг этого объекта можно его расширить, даже что-то еще сделать дополнительно и проговорить это именно с молодежным сообществом. То есть, может быть, они под этой гидой тоже внесут свою лепту и идейное вдохновение какое-то, и нам еще зададут какие-то задачи, потому что, когда мы показали этот, даже просто вот по итогу вот картинку молодежи, они уже сказали, что вот можно там вот повесить такие, как вот сетки, ну, на круге сеточки такие, которые дополнят этот объект, например, с трех сторон, если это будет рядом с деревьями. То есть, уже появились новые идеи и, в принципе, не сильно затратные, но очень интересные для молодежи. И, в принципе, мы готовы поддержать все это. И работа с местным сообществом и с местными предпринимателями. У нас еще предстоит много задач, потому что материалы именно мы будем выискивать, остатки, которые нам необходимы для работы, для художников, для пропитки. Мы же не хотим, чтобы за один сезон этот наш объект развалился, потому что это фанера, это брус. Так, Екатерина, что-то у вас опять проблемы со связью. В целом, в целом, спасибо за комментарии. Нам надо уже тоже двигаться дальше. Давайте я тогда здесь коротко резюмирую. То есть, у вас, значит, получается, что в Индии победой стала эта организация местного сообщества в онлайн-формате. И вы считаете это достижением? Ну, в принципе, это объективно такими является. И развитие пространства, то есть стратегия развития пространства в двух направлениях лежит. Первое – это содержательное наполнение пространства какими-то культурными событиями, привлечением туда молодежи. Плюс еще и визуально-архитектурная доработка новыми компонентами, укрепление вашего арт-объекта, чтобы он был долговечный и так далее. Ну вот, к сожалению, Екатерина совсем нас покинула, но я думаю, общий посыл понятен и можно двигаться дальше. Соответственно, Сергей, вы здесь с нами? Да, да, я здесь. Да, я рад, что вы все еще с нами. Тогда, Сергей, вам те же самые вопросы адресуешь, что и вашим коллегам. Два вопроса. Что вы считаете победой, достижением в рамках проделанной работы? И вопрос про стратегию и концепцию развития. То есть в каком направлении вы планируете двигаться с местным сообществом? И как ваши арт-объекты дальше будут развиваться сами, развивать территорию? Вот как-то так, в таком формате. Пожалуйста, 5 минут, если можно, чтобы уложились. Самая главная большая проблема заключается в том, что мы его все-таки сделали, потому что до конца никто не верил, что такое вообще возможно. А то, что мы построим такую непонятную какую-то вещь, никто в это до конца не верил. В дальнейшем концепция заключается в том, что самая главная суть вот в этом арт-объекте это показать, особенно молодежи, да и вообще всем остальным, да, всем жителям, что можно что-то делать. То есть, пожалуйста, у нас сейчас есть много грантов, да, много фестивалей, которые можно использовать. То есть мы, это как бы, как первый шаг. То есть есть, как, например, когда сидит куча народу, да, допустим, и пока один не скажет, все будут молчать, то есть как только один сначала сказал, второй, третий. То есть мы этим шаром хотим запустить цепную реакцию, чтобы молодежь проснулась, чтобы появились, проснулись инициативные люди, которые будут дальше творить и создавать. Вот, ну, в принципе, все. Общая мысль понятна, но если можно, у вас в таком времени-то еще есть, если можно какую-то конкретику, может быть, если, например, смотрите, если у вас сейчас какого-то согласованного со всеми участниками вот этого ваше общественное обсуждение, нету плана, возможно, такое направление, то ваша личная задумка, ваше личное, может быть, какое-то видение есть. То есть то, что вы считаете победой, как бы, тоже здесь очень похоже на ситуацию в Теренге, где вы как бы сломили такое, как бы, общественное, может быть, недоверие, какую-то пассивность. И это, ну, здорово, классно, что вы это сделали. Но, тем не менее, как вы видите, если от общих слов конкретики, что конкретно должен внести вот этот вот шар, не просто, как бы, показать, что люди могут с грантами работать, например, а что бы конкретно вы хотели, в каком направлении, чтобы грант, например, был реализован, или в каком направлении вы хотели бы, чтобы местные жители следующий шаг сделали либо в развитии этого объекта, либо в развитии что-то рядом с ним. Ну, то есть, в общем, как дальше видите содержательное именно развитие вот этих вот общественных пространств от объектов в вашем городе? Посмотрите, самая главная проблема является или не проблема задачи, это работа именно с населением. Потому что инициативные ребята вроде бы есть, работать, ну, есть с кем, но все равно, например, что 10 человек, мы, например, да, у нас там, 10-15 человек, у нас рабочие группы, да, с кем мы все это делаем, все это придумываем, но по факту всеобщее мнение мы не слышим, потому что его нам просто не говорят. То есть здесь дело не в том, что мы не слышим их, потому что мы не хотим их слушать, мы им задаем вопрос, они нам не отвечают. То есть таким образом, то есть когда мы сделаем шар, они вот, чтобы они начали выпускать свое, либо это положительные эмоции, либо это негатив, чтобы если к нам будет негатив, давайте сделать предложение, если позитив, то давайте работать с нами. Здесь вот именно чтобы разбудить их, это вот чтобы разбудить население, чтобы началось как-то двигаться. Во время, когда во втором этапе, когда приезжали у нас архитекторы, дизайнеры, художники, мы вывели еще много, вот около 30 новых арт-объектов, которые можно построить в будущем, которые можно так вот подредактировать под свои, то есть, ну, то есть вот этой концепции очень много можно сделать. Вот, идей есть очень много. Плюс, как то, что мы вот сделали этот шар, мы поняли, что, да, в принципе, там, глава района, глава администрации района, администрация поселка, она не против что-то делать, потому что было такое заблуждение, что, ой, а как, что они скажут нам, они сейчас нам скажут, идите, до свидания, да, мы там ничего не будем делать. Хотя нет, на самом деле, то есть администрация очень хорошо пошла навстречу, они за, то есть, ну, давайте, делайте. То есть, мы думали, даже вот на той стадии, когда мы его планировали, мы думали, что начнется с какими-то там палки в колеса или еще что-то, на самом деле нет, нам никто не мешает. И вот мы это и хотим доказать, потому что, как только у нас много негатива, да, много возражений, то, что вот нас вот это не делается, а ты им говоришь, ай да, сделаем с тобой сами. вот это сделать. На самом деле нет, дают все делать и администрация очень хорошо на это идет, все помогают, все сферы, поэтому здесь самое главное, это вот именно, чтобы разбудить их, чтобы они посмотрели вот то, что можно делать. Хорошо, Сергей, тогда у вас вот интересная ситуация, если, допустим, Александр говорил, что у них было какое-то негативное, недоверительное отношение в Теренге к арт-объектам, то у вас, как я услышал, проблема другая, что у вас в принципе люди просто не выражают никакого мнения, ни позитивного, ни негативного, непонятно, как бы, что они в этот момент чувствуют. Тогда последний вопрос в нашем блоке общения с вами сейчас. Конкретный шаг, который вы видите, либо уже запланированный, либо какой вы хотели бы сделать, чтобы вот этот вот общественный диалог, ну, то есть, чтобы люди хоть какое-то мнение, как вы сказали, выразили, что конкретно вы планируете сделать, в каком формате, чтобы получить какую-то обратную связь от местных жителей. То есть, первый шаг, то есть, мы сейчас уже подготовили в газете, то есть, мы будем публиковаться, да, то есть, то, что мы сделали арт-объект, а также в наших местных, то есть, группах, у нас 4 групп, мы будем начнем проводить опросы, то есть, что они думают по этому поводу, и так далее, и так далее, и так далее, и мы вот создали, ну, придумали такую идею, создание, мы даже создали группу, группу ВКонтакте, называется Кузоватов Решебник, или Решебник Кузоватова, вот, то есть, смысл заключается в том, чтобы каждый желающий, когда он находит проблему, какую-то, то есть, что ему не нравится, там, в нашем поселке, видит какую-то проблему, он выкладывает, фотографирует, либо снимает мини-видеоролик, видео выкладывает на странице глупость, на странице общества, и мы уже все вместе, уже начинаем обсуждать, что мы будем с этим делать, и уже по факту обсуждения мы находим вариант, а мы уже как креативное пространство, мы уже согласовываем с органами местной власти, там, ищем уже спонсоров, или кто нам может в этом помочь, то есть, уже организуем, и уже исправляем это. Круто, то есть, у вас, у вас такой формат, как Решебник Кузоватов, как способ, фактически, поиска, то есть, не предложение решений, как сейчас, вот вы с этим шаром поступили, а вы хотите пойти от проблем местных жителей, и совместное решение проблем, которые сами активные граждане вам будут, как бы, ну, выявлять в местном пространстве, правильно я понимаю? Еще раз, можно, пожалуйста, связь попадала? То есть, вы предлагаете формат уже не предложение инициатив от некоторых инициативных групп, типа вашей, а на обратную историю, чтобы люди сами выявляли проблемы, а вы уже совместно какой-то такой групповым мышлением предлагали решение этих проблем, исходя из потребностей местных жителей. Так получается? Да, да, именно так, потому что, вот, маленькие, вот, уточнение, здесь исходит опять из того, что население молчит, оно не знает, что нам делать, оно, сделайте что-нибудь, ну, вот, нам нужно что-то, и ты спрашиваешь, что они не хотят, ну, давайте мы вот это сделаем, мы уже без их, там, ведомо, там, их уже не спрашиваем, так, мы сидим, думаем, какое же нам мероприятие сделать, допустим, вот, обычное, да, мероприятие, давайте 9 мая сделаем, ну, 9 мая, давайте что-нибудь интересное, что интересно, я не знаю, и отходят они, сделаешь какое-то новое мероприятие, ой, что за там, какую-то фигню придумали, да, если, простым языком, то есть, они не предлагают, а только критикуют, в таком случае, мы уже хотим, прям, сильно за них взяться, чтобы нам говорили, хотя бы, что-то делать. Понятно, Сергей, спасибо большое, решение, прям, очень, очень интересный, такой вариант, я думаю, что коллегам тоже на заметку, из соседних городов, вот, и от Кузоватова мы плавно переходим к Измайлова и Екатерина Воротникова, соответственно, вы с нами? Ага, вот вижу, включили микрофон, Екатерина, тогда вам, второй круг рефлексии переходит к вам, и два вопроса, все те же, что я вашим коллегам задавал, что вы считаете победой, маленькой или большой, в проделанной работе, вот, в пережитом опыте на вашей территории, и, собственно, какая дальше стратегия, направление работы по развитию, либо уже существующего, создаваемого, созданного, вот этого арт-объекта, либо какие-то дополнительные шаги, как вы видите, дальнейшее развитие этого объекта, и вовлечение в это местного населения. Хорошо, спасибо. Ну, наверное, основная победа, это было то, что нам все-таки это удалось сделать, несмотря на ограничения, которые были вот весной и осенью, так как все-таки фестиваль и работа с сообществом достаточно сложно онлайн делать, я не представляю, как Инза это сделала, но они молодцы, что у них это получилось. У нас такой арт-объект, он как бы, его создание, вообще этот фестиваль, он логично вошел в нашу концепцию, вообще развитие, что мы делаем. У нас был уже опыт создания совместно с населением самодельного такого объекта, какого-то, мы делали летнюю площадку летом, при открытии креативного третьего места, пространства, третье место. И вот этот арт-объект, он как бы логично продолжил вот этот путь, и это вот как раз переход к тому, что какие у нас планы и что мы хотим дальше делать. Ну, основа, большой, конечно, такой длинной, долгосрочной задачей, это стоит в том, чтобы переформатировать поселок, сделать его интересным для жизни и решить, ну, в какой-то степени проблему того, что молодежь уезжает из поселка в большие города, где классно, где интересно, где архитектура, где арт-объект, объекты там, какая-нибудь красивая подсветка или еще что-то, потому что об этом говорят и молодежь, и люди постарше. И вот такой пустующий парк, который мы с одной стороны сделали мы летнюю площадку, с другой стороны вот поставили такой арт-объект, и он станет, наверное, таким отправным точкой. И мы надеемся, что, и в принципе работу будем вести, что будут появляться какие-то другие вещи, что-то там с поселком, вообще с обустройством улицы, с благоустройством, с переработкой там вывесок на магазинах или еще что-то. Мы знаем точно, что этот парк будет включен в программу благоустройства от бюджетных средств, и, конечно, мы будем всемирно участвовать, чтобы проектирование этого парка было вместе с жителем, для того, чтобы самим самим там было классно жить. Ну и, конечно, привлекать людей и гостей из других городов и населенных пунктов с области, чтобы приезжали и как-то так развивать экономику именно с точки зрения туризма. Как-то так. Хорошо, очень лаконично рассказали, но пока время есть. Смотрите, вот у нас получается, что в четырех пространствах, которые мы сейчас успели обсудить, совершенно разные стратегии получаются. если Теренга идет вширь, Инза идет вглубь, Кузоватова вообще хочет взбудоражить местных жителей для выявления, что, собственно, им надо, чтобы перестать за них придумывать. Вы идете тоже как бы в другую плоскость, расширение территории, и говорили там и про таблички, какой-то про визуальный образ в вашем местности. У вас давайте два вопроса тогда. Первый вопрос это, есть ли сейчас уже какие-то задумки, чтобы в первую очередь вы его прям конкретно какой-то, вы просто перечислили много вариантов, интересно узнать, есть ли какие-то приоритеты, что бы, на ваш взгляд, наиболее важные, что можно сделать в первую очередь. И тот же вопрос, вот что я задавал Сергею, каким образом развивать дальше отношения с местными жителями, с местными активистами, чтобы это, скажем так, изменения, которые будут происходить, они были не авторитарны, единоличны, а чтобы они были все-таки в режиме городского диалога согласованы и отражали интересы широких слоев населения. Ну, конечно, это самая сложная работа с людьми, так, чтобы не быть там каким-то наполеоном-генералом придумывать, а потом оно не будет нравиться. И, ну, продолжать, конечно, вот ту же самую работу, когда собираем всех, говорим о том, что здесь можно сделать, а что нельзя сделать, выявлять какие-то проблемы. Вот классная тема у Сергея Кузоватова про решебник. Конечно, на уровне маленького поселка такой паблик и сложно, но, может быть, на уровне района очень было бы классно внедрить про вот такие решения. Не проблемник, которых в соцсетях полно, а именно решебник. Классная Сергея тема была такая. Ну, мы, наверное, много, много задач есть про благоустройство именно с точки зрения уборки, но эта весна придет, конечно, каждый год делается, но, может быть, это будет дальше. И хочется работать с предпринимателями, мы будем так это делать, для того, чтобы действительно визуальный облик изменить, привлекать тоже дизайнеров каких-то ребят. Ну, кроме, у нас разных направлений есть, сейчас мы будем не связаны хоть с этим фестивалем, но тоже в направлении перезагрузки поселка. У нас есть другой проект, где мы там будем ремонтировать и реконструировать памятник культуры, это старинное здание, ему 150 лет, он находится практически напротив нашего арт-объекта и тоже связан с фамилией Шатрова, и, конечно, большая мечта преобразовать вообще всю улицу, сделать ее красивой и для жителей, и для гостей, и работать вместе со всеми жителями. Пока у нас это получается. То есть у вас получается, если как бы резюмировать, то у вас тема портрет Шатрова, его наследие, оно как бы становится такой красной линией в вашем поселке, и, скажем так, история, которая связана, условно говоря, с наведением порядка, это не только весенняя уборка, но и привлечение предпринимателей, привлечение местных жителей к тому, чтобы наследие Шатрова стало более значимым, привести его в порядок и продолжать именно расширение этих арт-объектов и вовлечение граждан в направлении связанных с Шатровом, как с важной персоной в вашем поселке. Правильно я понимаю? Да, правильно. Причем я думаю, что даже если эта тема, это вот, например, моя или нашей команды какая-то, совершенно не отрицает, что если у кого-то родится какое-то другое направление, не нужно его поддерживать. Главное, чтобы правильно, так же, как Сергей сейчас говорил, чтобы показать людям, что можно, и что люди начали бы говорить и придумывать какие-то свои идеи и, может быть, какие-то другие направления, связанные с тем, чтобы всем классно было рядом вместе жить. Хорошо, спасибо. На мой взгляд, стратегия понятная. Я думаю, что здесь вот такое переопыление точками зрения, в том числе, там всякие решебники и ваша, как бы, устремленность в привлечении предпринимателей, в решение городских проблем, проблем ваших, там, малых городов, там, и сел. Наверное, другие участники тоже могут взять на вооружение, потому что пока что тема вовлечения предпринимателей вообще у других групп не звучала, либо не была так акцентирована, как у вас. Спасибо, Екатерина, и тогда мы завершаем второй круг рефлексии, с чего начинали, это чердак вы. Кто будет? Марат, я понимаю, да, будет? Да, здравствуйте, Екатерина, к сожалению, отключилась, давайте я продолжу. Да, Марат, давайте тогда я сейчас повторю вопросы, которые мы задаем всем участникам этого второго круга рефлексии. Вопросов два. Как вы считаете, вот если посмотреть на пережитый опыт в чердаклах, что является большой или маленькой, ну, в общем, что является победой в контексте реализации этого фестиваля, в контексте того арт-объекта, который вы создавали, это первый вопрос. А второй вопрос, как вы видите дальнейшую стратегию или концепцию развития этого объекта, либо вообще вашей территории в целом, как вы планируете привлекать в это местное сообщество для, как бы, скажем, усиления эффекта. Вот два вопроса. Да, ну, на первый вопрос про победу. Я думаю, самый важный победа, это то, что нам удалось убедить людей, то, что мы занимаемся не просто фигней, а то, что мы стараемся благоустроить свой родной поселок и создать в нем что-то новое, то есть, несмотря то, что администрация делает, то есть, вовлечь людей побольше, чтобы люди сами хотели делать. Как бы, наша история началась с того, что нам дали территорию, которая была заросшая вообще там кленом, и за ней было озеро. И идея была какая, то есть, мы хотели очистить путь к озеру, изначально вообще, очистить само озеро, но это как бы одна из идей была. Да, мы там в своей группе людей с этих, как его, в общем, начали сами вырубать эти деревья, начали облагораживать, но на нас сначала смотрели даже там администрация, грубо говоря, все остальные люди, то, что мы как фигней какой-то занимаемся. А потом, когда мы вот уже сели в последний паровоз от этого фестиваля и нам выделили 50 рублей, и мы начали организовывать вот эти вот фестивали, первый, второй этап. Да, мы там сначала хотели одно, в итоге получилось совсем другое, сделали эту лавочку, то есть, лавочку из семьи, но концепция этой лавочки, этих качель, вообще, как бы, у нас в чердаках в этом году начало строительство парка «Семья», то есть, это проект местных инициатив, вот Катя Паульс инициировало в прошлом году эту инициативу, вот этот парк начали строить удачно, и как бы в помощь, как бы, продолжение вот этого проекта мы решили, то, что нужно вот эту именно лавочку, качелю, ассоциирующуюся с семьей, с любовью, с единством семейным таким, так сказать. мы его установили, этот парк при входе в РДК, где у нас ЗАГС, но мы думаем, что на следующий год, когда мы уже продолжим весной свою работу по благоустройству озера, по благоустройству своего креативного двора, мы эти лавочки перенесем именно туда. Как бы, это вот, я думаю, самая лучшая, основная победа, то, что в нас поверили, потому что сначала смотрели все скептически, как бы, ну, не очень охотно нам помогали. Вот. Так, а второе, спасибо. А знаете, пока мы далеко отсюда не ушли, у меня сразу вопрос к вам. А как вы поняли, что вам поверили, и как вы поняли, что вы смогли общественное такое-то отношение из недоверия перевести в доверительное, в одобрительное отношение? По каким признакам? Да, ну, смотрите, мы вот как бы своими силами вырубали вот эти даже деревья, клен вот этот вот как бы сами вывозили, не было никого там, у Кати, у Кати муж, я, Рамиль Литфулов, как бы, второем, и поверили в том, что к нам начали присоединяться люди, к нам начали присоединяться молодежь, школьники, было интересно предпринимателям, то есть мы разговаривали также с предпринимателями, то, что вот есть такая идея, вы нас поддержите даже там по очистке вот это, по благоустройству озера, да, как же мы вам поможем, подскажем, даже предприниматель, вот Бородай, Сергей Николаевич, он нам поддоны выделил, мы с ребятами сделали там арт-лавочки такие, ну, как бы это помимо этого фестиваля, ну, как бы даже не помимо, основная концепция была, мы хотели поставить как бы сцену, вокруг нее креативные лавочки, освещение, но потом просто решили то, что этот объект, ну, перенесен на следующий год, и на следующий год постараемся его воплотить, вот, а когда уже, когда уже сам вот этот арт-объект у нас подходил к концу, когда уже мы видели, ну, визуально видели, что у нас получается, у нас собралось, ну, достаточно много противников, которые у нас были, они вступили в наши ряды и вместе с нами устанавливали эти лавочки, и было очень весело и здорово. Спасибо, Марат, это был первый вопрос, то есть, получается, что у вас вот это вот изменение общественного мнения, вы его поняли, потому что люди стали присоединяться к вашей вот такой инициативе, активности, здорово, а второй вопрос тогда, вот вы уже про несколько инициатив сказали на будущее, то есть, в целом, как вы планируете дальше в стратегическом плане развивать вот эти вот отношения с местным сообществом, как вы планируете вот эту вот изменившиеся отношения использовать на благо этого арт-объекта, который был создан, который вы там уже, я так понял, планируете куда-то переместить, и, собственно, как дальше планируете развивать чердаклы к лучшему, вовлекать все новых людей, то есть, какие конкретно дальнейшие шаги и для чего вы планируете дальше предпринимать? Ну, по дальнейшим шагам тут очень сложно, конечно, так как у нас, ну, голова покинула свой пост, мы сейчас без головы, все инициативы, она наша поддерживала, поэтому нам было просто взаимодействие, строить все отношения с администрацией, со структурами администрации, сейчас, конечно, не знаю, как у нас все пойдет, но в планах, вот, то есть, у нас рядом с РДК, рядом с нашим креативным пространством, есть замечательное озеро Попово, рядом с озером сейчас делают парк, то есть, через дорогу это озеро и парк ветеранов, то есть, получается, там заброшенный, все, концепция какая, то есть, вот из парка семья, мы выходим в парк, в Великой Отечественной войны, и за этим, за парком, потом должны были, быть лавочки, тротуарные, велодорожка, то есть, лавочки, и все это заканчивается у нас в креативном дворе, то есть, это такая единая концепция, прогулочная, такая, для семьи, для молодежи, для мероприятий, скажем так, но весной хотим продолжить все-таки вырубку набережной озера, и все-таки добиться, там, я не знаю, как мы пока это будем решать, либо через гранты, либо как, мы будем искать финансирование для реализации этого проекта, ну, вроде, на следующий год запланировано очистку озера, ну, я не знаю, как бюджет нас позволит, как выделит губернатор деньги на это или нет, ну, в целом, благоустройство района, как бы, люди начали присоединяться, вот, как Екатерина в прошлый раз говорила, то, что вот в чате там, мы писали, у нас чат, ну, чердаклинского поселения, там, 2000 населения, вот, там вопрос поднимали, это вроде как бы отклики были, вы нас зовите, приходите, мы будем вам помогать, как бы, ну, общество взбудоражилось, все хотят перемен, но, на самом деле, никто не хочет, но вот сейчас мы пытаемся донести то, что никто кроме нас ничего не сделает, нужно выходить и самим творить. Спасибо, Марат, то есть, если резюмировать ваше выступление, то я услышал следующим образом, что у вас, с точки зрения стратегии работы на вашей территории, стратегии вовлечения людей, это две сейчас ключевые задачи, первое, это выстраивание отношения с новой главой, кто должен прийти ему на смену, я так понял, что у вас глава поменялся, второе, вторая задача, это у вас есть набережная, которая сейчас в заброшенном состоянии, и вот это вот созданное доверительное отношение с местным сообществом, с местными активистами, вы хотите, скажем так, проложить дорогу, в прямом смысле этого слова, от того места, где у вас сейчас вот этот вот ажурный уголок находится, через набережную, в креативный двор, путем облагораживания вот этого пути, правильно? Ну да, получается, вот креативный двор, потом идет набережная, вдоль набережной, и мы выходим в новый парк «Семья», «Семья». То есть, ну, такая вот концепция, да. Понятно. Хорошо, спасибо. Коллеги, ну, у нас получается с вами сейчас вот таким образом второй круг рефлексии заканчивается. Я что увидел вот в этом обсуждении? Пять разных территорий, пять принципиально разных арт-объектов, и, собственно, как того, ну, во всяком случае, мною предполагалось, мы увидели пять совершенно разных концепций развития территории, развития в отношении с сообществами, в которых мы увидели переходы от одного, так скажем, одной плоскости развития территории в другую плоскость развития территории, в других местах это задействование арт-объектов для культурного наследия и сохранения исторической памяти на территории. В некоторых следующая концепция принципиально новая это задействие местного сообщества для того, чтобы они сами находили проблемы и активисты, которые вот успешно реализовали этот фестиваль, помогали вместе за счет выстроенных отношений находить решение этих общественных проблем. Третье направление это культурное наполнение арт-пространства, арт-объекта и выстроение отношений с предпринимателями и вот последнее, о чем Марат говорил, стратегия, это если предыдущие четыре работали вокруг арт-объектов, то здесь новая стратегия это выстраивание пути как арт-объект. Во-первых, он будет перемещаться по территории, во-вторых, он будет за собой или перед собой прокладывать путь, расчищая набережную для, так скажем, новых горизонтов планирования для новых видов, для улучшения визуального пространства жителей чердаклов. И логическим продолжением этой истории получается следующий блок, который называется блок полезностей и тема, которая сейчас будет обсуждаться, это искусство в публичном пространстве, как всем угодить. Эта тема звучала во многих выступлениях, вообще не во многих, а во всех пяти выступлениях она прозвучала, потому что нахождение консенсуса, нахождение общего языка, это, наверное, одна из основных задач работы с местным сообществом. И я с удовольствием сейчас передам слово Юлии Шальдулиной, которая, собственно, расскажет вам о том, как искусство может в публичном пространстве помочь выстраивать диалог, и как сделать так, чтобы всем угодить. Юлия? Всем привет! Меня зовут Юлия Шальдулина, я из города Новокузнецк, Кемеровской области, и я являюсь куратором фестиваля международного, фестиваля граффити и уличного искусства, неделя уличного искусства. Сейчас ваше поздравление. Так, мне нужно дать право демонстрировать экран, мне обещали его. Коллеги, я пытаюсь сейчас это сделать, вот, может быть, подскажете. соорганизатор же может дать право или только организатор? Может, может. Да? Алексей, может быть, вы попробуете, у меня почему-то не выходит Юле дать право почему-то. У меня, к сожалению, такой опции нет, я могу только остановить видео, выключить звук для Юли, но я думаю, это не самое лучший вариант. Вот у меня почему-то тоже. Юля, ты можешь скинуть мне презентацию сейчас быстренько? А мы тогда сделаем трехминутный еще с перерывом небольшой. Все хорошо. три минуты перерыв. Да, три минуты перерыв сейчас у нас технический и продолжим через три минутки. Пока можно сходить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы продолжаем или как? Да, мы можем продолжать. Я думаю, просто еще люди подключаются. Видимо, как раз к блоку полезности начали люди заходить. Вот, поэтому можем, я думаю, что сейчас уже начать. Хорошо, тогда начинаем. Итак, еще раз меня зовут Юлия Шайдулина. Я из города Новокузнец, Кемеровской области, Сибири. Являюсь директором некоммерческой организации, также куратором международного фестиваля граффити и стрит-арта недели уличного искусства. Этот фестиваль пройдется с 2014 года у нас в городе, ну, в общей сложности уже 6 лет. Следующий. За 6 лет существования фестиваля было создано более 60 уникальных арт-объектов, ну, в основном, это, конечно, объекты именно художественные, муралы, объекты на фасадах зданий, на трансформаторных будках, и в том числе на транспорте, на трамваях и на троллейбусах. Следующий. Надя. Я? Пытаешься, на самом деле? Пытаешься? Есть. Я же живу. Да, у меня почему-то он завис на этом слайде и не хочет никуда двигаться. Юль, ну ты это рассказывай, а я буду сейчас пытаться дальше. Если это... Так, ну, может быть, тогда мы его свернем и будем просто перелистывать слайды, когда он не как презентация идет, а как просто документ, да, который делается. То есть там, чтобы сбоку... Я попробую. Сейчас я остановлю демонстрацию экрана и еще раз попробую. Видимо, просто у меня компьютер подвис. Я не буду разворачивать тогда, буду... Да, да чтобы тогда это... Все равно же видно. Вот. Итак, в рамках этого фестиваля ежегодно в наш город приезжают порядка 20 художников из разных городов России. География составляет от Санкт-Петербурга до Хабаровска, то есть от вся России, плюс художники из зарубежа. Это Германия, Индия, Киргизия, Казахстан. Давай дальше. Также в фестивале есть традиция. Одна из самых любимых для жителей это создавать портреты людей, причастных к истории города на фасадах здания. Ну, это как примеры. Один из примеров это Владимир Маяковский, который написал стихотворение о нашем городе, о строительстве завода Кузнецкого металлургического комбината. И вот Иван Бардин, который внес вклад в развитие и становление именно профессионалов в металлургической сфере. То есть он основал здесь металлургический институт. Ну и также другие портреты есть у нас в городе. Следующий. Также у нас в городе есть целая уникальная галерея стрит-арта под открытым небом. Это ряд арок от вокзала, которые идут подряд в нескольких домах, по которым жители могут прогуляться, сфотографироваться, провести приятное время. Эти объекты созданы 20 художниками из четырех стран. И вот вы тоже можете видеть здесь, как проводятся экскурсии. Самая массовая у нас экскурсия была в этом году. Это 60 человек, жителей города, на нее пришло. Дальше. Возвращаясь к публичному пространству, хотелось заметить, что улица – это публичное пространство, это не личное пространство, не картинная галерея или музей, куда люди приходят по своему желанию, заплатили деньги и смотрят то, что хотят. То есть это такой формат, где жителям приходится с этим сталкиваться каждый день, поэтому какой-то там ценз 18+, или что-то такое нельзя с этим сделать. Поэтому главный принцип, которым мы придерживаемся, организовывая наш фестиваль, что, конечно, это однозначно нет цензуре, потому что художнику важно все-таки сделать тот объект, который он хочет. Мы не ограничиваем художников ни в их идеях, ни в каких-то рамках исполнения, каким там цветом это должно быть, какими способами сделано, но должны быть разумные рамки. То есть понятно, что какие-то запретные темы, их не стоит в публичное пространство выносить, и важно учитывать также менталитет того места, жители, которые живут в этом населенном пункте или в какой-то стране, то есть у каждого свои ценности, свои какие-то традиции, которые стоит брать во внимание. Давай следующий. И здесь вот я как раз хотела привести пример кейса из Швеции. Художница Карлина Фаокульт является семинисткой, и она изобразила соответственно половой орган на пятиэтажном здании. Это в принципе было даже оплачено и в какой-то степени не со всеми, но согласовано некие группы художников. Но, соответственно, это было в Нью-Йорке, но жители местные, естественно, реакция, на мой взгляд, вообще реакция жителей на самом деле была разная. То есть кто-то удивлялся, кто-то искренне поддерживал ее за ее смелость, кто-то аплодировал, но все-таки большинство жителей, они высказывались, естественно, против, что их это раздражает, что это сродни какому-то домогательству, только визуальному, и поэтому этот объект провисел два дня, и его через два дня все-таки закрасили по требованию жителей. Это к тому, что все-таки, что может быть обоснованно для публичного пространства, что все-таки ну как бы уж совсем чересчур. Хотя, как бы у нее был посыл того, что мы не должны стесняться своего тела, и через искусство можно поднимать ну различные проблемы, даже какие-то сложные. Давайте дальше. Это я привожу пример из нашего города. Это тоже достаточно неоднозначный арт-объект. Он был создан в первый год фестиваля, и вызвал ну разные мнения жителей, ну как искусство любое все-таки это здорово, что он в принципе эмоции вызывает, и все-таки в спорах этот объект было решено оставить. Наверное, на данном этапе, да, через шесть лет мы бы уже не решились такое сделать. Вот, но в первом году это была абсолютная свобода для художников, и вот команда из Киргизии, Казахстана, РИПАС, они создали этот объект. Это в нем несется, имеется на самом деле смысл достаточно интересный, то есть это вечное противостояние Запада и, соответственно, Востока, то есть западная западная культура как бы преувеличенная, да, это вот культура потребления, все время о деньгах и еде, да, как бы, соответственно, советская культура, да, бывшая, получается, ну, пионер, да, который вот скачет на игрушечном коне, то есть такой отсыл именно к чересчур идеализированному обществу. Ну, вот этот объект до сих пор существует у нас в городе и вот остался он быть у нас и людям действительно вызывает различные чувства. Давайте дальше. также хотелось заметить, ну, поскольку я езжу в разные тоже города, разные населенные пункты, к разным организаторам фестивалей, у меня появилось такое некое собственное, да, ощущение, что чем меньше населенный пункт, чем дальше он в столице, тем меньше насмотренность жителей на каких-то культурных вещей и тем меньше в партизане их качество исполнения, то есть если даже нарисовать некую красивую относительно работу, но не в идеальной технике рисования, то жителям оно все равно понравится и у жителей в малых городах и селах у них как-то больше вовлеченности, больше интереса именно в процесс создания, в целом как бы больше вовлеченности, но я считаю, что несмотря на то, что у этих жителей малых городов не так развита насмотренность, все-таки делая искусство ближе, важно прививать сразу хороший вкус, то есть сделать действительно качественные работы, не идти на поводу публики и не впадать в какие-то банальные вещи из разряда там вот мы хотим нарисовать лес, поля, ну что-то более с каким-то вкусом и с более глубокой мыслью это рисовать, также вот как некая иллюстрация, пример этого, здесь девушки из Новосибирска рисовали работу, я хотела вам предложить угадать, что они пытались этой работой показать, изобразить, можно голосом, можно в чат, даже голосом будет быстрее, есть предположения у вас? русские народные сказки царевна лягушка баба яга а это черепаха тортила да, все верно ну все равно такие образы достаточно модифицированные то есть царевна лягушка она там с лотесом нарисована баба яга тоже такая не совсем типичная для сказок вы вот абсолютно правы давай Надежда дальше ну и главный вопрос как угодить всем который стоял я думаю я вам не открою секрет вы тоже со мной согласитесь что угодить всем невозможно все люди разные всех разный вкус там одним нравится красный другим синий хотя бы да вот поэтому угодить всем невозможно но можно ой Надя вернее назад но возможно сгладите углы да каким-то образом ну первое это вовлечение местных сообществ что вы с успехом делали и рассказывали об этом в своих презентациях это очень здорово мы также вот при создании допустим этого арт-объекта мы проводили опрос среди жителей какой какую тему арт-объекта они бы хотели видеть в этом году в городе и вот большинство тоже 30 с лишним процентов проголосовали за коренных народов Кемеровской области шорцев и соответственно уже художник рисовал именно девушку шорской национальности и все традиционные атрибуты шорской культуры вот то есть один из вариантов вовлечения местных сообществ это прямой диалог с ними спросить что им интересно что они хотят но вот вы сами в этом знаете дальше также хотела привести пример это город Берлин там очень много граффити очень много художников на самом деле очень много и приезжих и местных идет буквально борьба за фасады за места где можно порисовать и здесь на этом фасаде был приглашенный художник из Швейцарии он изобразил швейцарский нож как некую аллегорию именно Швеции то есть складной нож называется швейцарским он производится в Швейцарии но если вы обратите внимание вот здесь вот под ножом здесь написаны шрифты вот эти вот шрифты ну такие вот буквы округлые вот эти шрифты они сделаны уже местными художниками из Берлина таким образом был достигнут баланс того что местные не хотят отдавать свою стену кому-то приезжему но здесь соблюли то что как бы приезжий художник нарисовал и местным тоже дали отметиться на этой работе то есть написать свое имя и в этом как бы вторая мысль моя что важно привлекать местных людей местных художников ну и других к созданию арт-объектов то есть если человек приложил свою руку к созданию да он это будет больше ценить и муж не захочется это портить и далее хотела рассказать еще один кейс мы в принципе каждый год для при проведении фестиваля привлекаем местных художников для участия хотя поскольку у нас небольшой город и ну он вообще промышленный город то есть он основан на ну вокруг металлургического комбината здесь в основном рабочие профессии работяги и художников немного и уличных тоже и уровень уличных художников отличается очень сильно от художников из других более крупных городов то есть наши местные художники не смогут например сделать на фасаде рисунок качественно потому что у них просто недостаточно ни опыта ни каких-то навыков таких но мы всегда стараемся привлекать этих местных художников чтобы они тоже вовлекались в фестиваль что это мероприятие делается для них и чтобы они тоже проникались этой идеей и следующий как раз год назад произошло такое опущение что мы как я уже говорила обычно привлекаем местных ребят и с ними была определенная договоренность мы даем небольшие объекты соответственно в прошлом году куратор который за это отвечал им был выделен забор бетонный но были плохие погодные условия шел дождь у нас с погодой не очень повезло и получилось так что не было возможности их пригласить рисовать именно в рамках фестиваля у нас идет неделю и поскольку так не получилось то есть соответственно местные художники в прошлом году не поучаствовали в фестивале возможно это как-то связано возможно нет но именно в этот год у нас появился такой результат как вандализм то есть одну из работ у нас испортили это видно что это сделано баллончиком нам кажется что это все-таки сделало именно сообщество местных граффити райтеров ну конечно никто не говорит все говорят что мы не в курсе не знаем но по личным ощущениям так и было следующий слайд вот и как вывод из всей этой ситуации все-таки мы при следующем проведении фестиваля продолжим работаем с местными художниками граффитистами и надеемся что у нас больше таких прецедентов с вандализмом не будет все я закончила ну и да мои координаты также здесь есть ссылки на группу фестиваля недели уличного искусства если кто интересуется граффити стрит-артом это вконтакте в инстаграме можно на нас подписаться вопросы у вас есть я так понимаю вопросов нет нет ну хорошо возможно один такой вопрос меня зовут я из республики Карелия у нас посложнее с этим делом с точки зрения вообще развития стрит-арта как такового хотя отдельные локальные вещи появляются насколько выстроен процесс согласования у вас что именно с администрацией с владельцами помещений насколько они вот поддерживают что да пожалуйста вот вам объект потому что раньше нам выдавали в прошлые года объекты далеко очень заброшенные да а когда делали подобные фестивали трудно было договариваться ну хоть с каким-то домом это было вообще невозможно всегда вот вы знаете мы эскиз должны утвердить с художником должно вписываться в пространство и все остальное поэтому вот как у вас выстраиваются такие отношения ну смотрите у нас в принципе уже фестиваль долгое время проходит в городе и нам как команде фестиваля ну более-менее доверяют да в плане результата вот это первое то есть какая-то репутация уже есть ну и второе мы тоже согласовываем арт-объекты особенно те которые идут на посадах зданий то есть это идет согласование с жителями они ну с старшим домом это делается через управляющие организации но бывает даже что жители сами инициируют то есть мы хотим вот чтобы у нас появился арт-объект то есть потому что это ну красиво как минимум вот плюс перед тем как мы приглашаем художников к нам в город мы проводим открытый конкурс на который присылают участники свое портфолио это во-первых очень важно что мы можем посмотреть какой участника уже есть опыт выполнения работ как он именно рисует на стене и присылает варианты эскизов которые бы он хотел реализовать в городе соответственно эти эскизы мы уже подбираем к ним какое-то место или наоборот под место ну или под место эскиз или под эскиз место вот и согласовываем также с главным художником города но обычно это не идет какое-то официальное что бумаги подписываем а по большей степени то есть он просматривает дает просто какое-то одобрение что да нормально вписывается все и мы дальше уже работаем на объекте вот таким образом мы согласовываем спасибо спасибо Юля огромное очень интересный рассказ ну я думаю что всем кому будет интересно дополнительно что-то спросить может быть с тобой свяжутся есть в контакте Юля да и ее контакты тоже есть кстати хотела сказать что все материалы нашего фестиваля мы разошлем всем на почту так что контакты не потеряются вы сможете задать дополнительные вопросы нашим спикером спасибо Юля и сейчас мы переходим к следующему нашему выступающему это Жукова Ирина координатор движения добрые города в республике Карелия председатель правления фона Центра развития молодежи общественных инициатив да Ирина ваш да всем как сказать в онлайне много находиться нельзя меня зовут Ирина я из республики Карелия и такое мое предложение было максимально интерактивным поэтому хотелось бы вовлечься в обсуждение не будет презентации а будет такая работа на электронном флипчарте где бы мы с вами порассуждали являясь уже по основной профессии именно организатором событий всевозможного разного уровня особенно когда мы делали такие общественно значимые события в городе фестивали открытые в парке благотворительные фестивали каждый раз чем мы сталкивались сами мы сталкивались с тем что мы были неудовлетрены тем кто пришел особенно это касается благотворительности связано это с тем когда мы хотим привлечь к слушанию проекта например мы хотим собрать деньги на софинансирование какой-либо площадки велодорожки или чего-либо или мы делаем с разными общественными организациями большой благотворительный фестиваль вне зависимости от экономического состояния страны вне зависимости от того какой период зима осень весна понедельник или пятница это важные факторы но они не основополагающие у нас вышло понимание того что мы каждый раз приходим только к одному к нам не приходят те люди которых мы хотим и проблема заключалась вроде бы мы сделали кучу интерактива мы зачастую очень много вкладываемся в рекламу в оповещение а люди не приходят и в Оренбурге в октябре мы поисследовали эту тему карелы и оренбуржцы причем мы представляем у нас маленький очень регион 675 населения на всю большую огромную территорию леса озера и скалы и Оренбург это многомиллионная просто область но мы увидели только один очень важный показатель про который мы почему-то забываем мы увидели что почему к нам могут не прийти те люди которых мы хотим или приходят не те люди на события особенно касаемо благотворительной и какой-то такой общественной значимости когда нужно прийти поучаствовать голосом надо привлечь внимание надо какую-то запустить инновацию мы сейчас не говорим про вот уровень школ министерств ведомств там люди приходят по стойке смирно а когда мы добровольно говорим мы увидели что мы допускаем крылоигольно ошибку при планировании в самом вы показали очень яркий пример все события крутые и я предлагаю вот сейчас запущу демонстрацию экрана на примере как раз фестиваля на который меня пригласил на одежду мы сейчас с вами немножечко как раз это дело будем проходить технологию это как раз презентовал замечательный эксперт добрых городов Михеев он разработал разработал целую игру для спланировать события так чтобы оно прям вау эффект произошел и мы взяли одну из технологий одного из этапов когда мы планируем и предполагаем кто может к нам прийти вот я предлагаю маленький такой мастер-класс у нас значит есть надежда у нас есть фестиваль предполагаем что как бы он не случился вот мы с вами мы сипа так собрались весь мозг всей страны надежда говорит ребята идея вопрос такой кто может ко мне прийти очень хочу чтобы пришли не только спикеры хочу чтобы пришли какие-то важные люди а еще хочу чтобы Надежда Дерябина у себя стала просто мега крутым человеком и ей сказали Надюшечка на тебе соточку тысяч рублей сделай-ка так пожалуйста еще вот и такое или пришли о Надя давай мы запустим не знаю какой-нибудь краудфайдинг у тебя на платформе давайте соберем на какой-то в общем все возможно запускай демонстрацию экрана итак на этапе планирования с чем мы сталкиваемся мы сталкиваемся с тем что мы максимальное количество внимания уделяем содержанию технологиям месту наполнением но мы немножко забываем про людей потому что при организации событий у организаторов взгляд особенно замыливается и они говорят да вот мы знаем к нам придут у нас красивая картинка у нас клевый контент люди прибегут ничего подобного в реальности так не работает априори какой бы вы поселок я даже знаю поселок на 500 человек Мурманской области пушной так они даже в ДК повесишь объявления везде и то не знают то что у них мероприятие так вот берем сегодняшний фестиваль который идет два дня скажите вот наша задача с вами определить ключевых в маркетинге это называется стейкхолдеров кому этот фестиваль будет полезен и интересен и мы с вами сейчас просто накидываем то есть вы говорите кто это может быть ключевые люди люди в плане представителей групп сообществ кто бы пришел на этот фестиваль давайте кто Надежда кого хотите в моем понимании это конечно уже должны быть команды третьих мест их не только пять которые сегодня представлены с выступлениями своими арт-объектами их скажем так шесть уже точно действующих и четыре потенциальных которые хотят создать третье места у себя на территории то есть можно сказать что десять команд точно должно быть так хорошо команды потенциальные кому еще важно чтобы это было мероприятие интересно кто еще может быть подключайтесь коллеги то есть вот есть команды это могут быть сотрудники учреждений культуры также муниципалитетов мы засылали письма приглашали так пришли ну есть тут несколько человек да вы молодцы вы самые лучшие люди на земле скажите потом почему пришли так сотрудники муниципалитетов да так еще давайте коллеги кто-то еще у меня тут просто срочный входящий звонок давайте кто-то меня выручит и подключится скажи пожалуйста кто еще может быть обычные инициативные люди просто обычные жители ну место поселок или города просто обычные жители которые не относятся к социальной сфере то есть у них нет никаких заинтересованностей это не те люди которые хотят закрыть там какие-то свои оперативные рабочие дыры да там типа давайте мы здесь разукрасим и у нас будет все красиво мы тут галочку поставим да вот а просто да кто еще вот смотрите у нас есть просто жители да у нас есть инициативные жители кто еще может быть то же самое волонтеры нет может быть все абсолютно точно все да может быть отлично всех вписываем кто еще может быть другие организаторы которые хотят получить тоже опыт этот или поделиться своим а другие организаторы это кто ну другие организаторы фестивалей подобных например так отлично бизнес например представители бизнеса так молодцы организаторы фестивалей бизнес да бизнес можем уточнить бизнес он знает есть допустим либо представители крупных предприятий то есть без разницы самое главное у кого есть деньги зачем им на наш фестиваль иди скажи Саша надо чтобы потом можно было их деньгами воспользоваться молодец 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 вот вопрос предпринимателей когда мы берем бизнес мы говорим бизнес это как бы все приходят все кто занимается туалетной бумагой и те кто занимаются подшипниками до сих пор вопрос такой что если мы применительно к данному фестивалю вот предприниматели если это бизнес то бизнес какой вы говорите крупный то есть бизнес креативной индустрии мне кажется стекхолдеры какие-то крупные градообразующие или еще что-то то есть если дальше объекты будут ставиться чтобы они нам помогали в том числе и материально вот это чему основная основные жители работают у них на предприятии стекхолдеры бизнес градообразующий да я родилась в маленьком городке где был один из до сих пор целлюлезный бумажный комбинат прям вот на расстоянии мне кажется это могут быть еще креативные представители креативных индустрий которые работают на этих территориях там фотографы дизайнеры какие-то не знаю модельеры ну все кому интересно вот участие в таких креативных проектах отлично отлично смотрите у нас есть действующие команды которые делают арт-объекты вообще делают в сфере творчества очень много чего интересного есть команды потенциальные которые вроде бы как там вроде бы даже ничего есть инициативные просто граждане у нас есть такие любят дворы разрисовывать всевозможными смешариками тоже хорошо любят очень разрисовывать дома это тоже я сталкивалась с этим есть просто жители города потому что задуманные форматы событий конкретно на них могут воздействовать сотрудники учреждения культуры сотрудники амсу волонтеры администрации местных самоуправлений организаторы подобных фестивалей градообразующий бизнес представители креативной индустрии все есть или еще кого-то упустили управляющие компании могут быть и ТСЖ ай молодец управляющие компании так ТСЖ возьмем да интересно можно ТОСы еще добавить ТОСы которые на местах находятся ну куда без них тут их пытаются как-то уже по-разному не было просто НКО любые НКО да НКО я тоже хотел добавить про НКО да СО НКО отлично секундочку НКО да отлично вот смотрите их так много представьте был бы многомиллионный фестиваль точно как минимум теперь из этого разряда хотелось бы вот давайте левая сторона пишу те кто точно нам необходимы это прям наши это ключевые участники и те кто потенциальные да это очень важно понимать я сейчас напишу здесь будут с этой стороны ключевые в эту сторону мы накидаем ключевых участников да вот они будут с этой стороны и у нас будут потенциальные давайте проранжируем а кто нам нужен поточнее да прошу прощения я с планшета работаю поэтому вот таким вот образом да вот потенциальные как вы думаете кто может войти в ключевые а кто может быть в потенциальные ну ключевые я думаю это администрация вот этот весь состав который без которого ты на территории мало что сделаешь так представители есть так еще кто да власть там прочие понятно что команды правильно да инициативные жители это собственно говоря команда такая которая в дальнейшем не поломает этот объект если им это интересно если не интересно поломает поломает особенно что это вы тут рисуете непонятных непонятных многоглазных чудовищ в гимнастерстве НКО социально ориентированное я думаю это потенциально и больше так предлагайте отлично вот у нас еще сколько волосюры ключевые отлично конечно кто красит то стены очищать будет правильно абсолютно точно тоже могут быть ключевыми потому что они собственно насчитаны на благоустройство и на создание различных форм этих как они называются правильно я забыла малых форм вот вспомнила да 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 так кто еще ТСЖ ключевые или потенциальные пусть приглядываются потенциальные скорее всего потенциальные отличие управляющие тоже ключевым еще раз мне кажется жителей тоже надо к ключевым относить в принципе они здесь милые родные встали как прям пионерский отряд культуру ключевые креативная и культура сюда ну вот организаторы фестиваля их можно тоже потенциально и с ними можно потом уже совместно какие-то фестивали делать они могут делиться опытом управляешь компанией тоже уже после то есть к которому мы будем все это делать да 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 бизнес потом уже мы с ними с предложением будем строить они тоже как потенциальные ну и управляющие компаний тоже получается так управляющие куда потенциальные скорее всего отлично вот смотрите какая штука получилась уже даже когда мы задумываем ключевые цели фестиваля понимаете да что потенциальные могут в какой-то момент движения фестиваля стать и ключевыми стейкхолдерами а для ключевых участники которые к вам придут будут как-то задействованы вы доносите на них главные смыслы вы на них воздействуете потому что почему-то вы предполагаете такую гипотезу выдвигаете что они будут разделять эти ценности что надо развивать пространство надо украшать город надо благоустраивать но не бетонными бесконечными скамейками которые как надгробные плиты да стоят а именно например делать какие-то интересные не бояться делать интересные скамейки да вот в таких моментах то есть вы понимаете что ключевым вы доносите основные смыслы вот первое про что мы забываем когда мы думаем про участников и мы их говорим что это все значит к нам практически придут не все только самые инициативные заинтересованные которые и так беспокойны в этой жизни они и так у них горит как-то эту жизнь изменить и первое что всегда очень важно есть ключевые есть потенциальные потому что на ключевых партнерах я буду тратить всю силу энергию я буду тратить ресурсы я буду тратить информацию я буду тратить какие-то определенное дополнительное время как их пригласить как их нанести это первый момент всегда важно разделять кто ключевый кто потенциальный потому что следующим образом происходит более глубокое кадрирование этих замечательных людей я просто вот покажу да чтобы сильно ваше время не задействовать вот мы взяли вот эту карту этих талантливых замечательных людей вы мне скажите меня слышно просто у нас тут не очень с интернетом бывает иногда делаем следующее более глубокое кадрирование опять вот мы определили потенциальные и сильные и есть такой квадрат всегда наше событие хочет оказать сильное влияние мы хотим изменить мир мы хотим какие-то донести новые смыслы мы хотим произвести изменения и точно так же содержание наших событий может вызвать высокий интерес оно может быть вызвано высоким интересом если это какой-то андеграунд или какой-то свободой да когда можно нарисовать не только патриотические мотивы да и что-то живопись а-ля Репина и Рериха а можно себе позволить какой-то нормальный андеграунд да к примеру высокий интерес и низкий интерес и вот дальше эти стейкхолдеры распределяются потому что потом будет понятно как вы к ним стучитесь то есть если вы понимаете вот из того что мы наметили на кого вы хотите сильно повлиять что значит когда событие сильно влияет она приводит человека в восток у человека открываются инсайты человек заряжается энергией человек говорит да аллилуйя даешь стрит-арт в каком-то там поселке или в каком-то городе или да даешь чтобы мы не знаю действительно сделали парковую зону с маленькими мостиками и интересными какими-то скамейчиками не покупали стандартной ксиловской компании Мурманской области просто к примеру просто к примеру и как раз в этот квадрат попадают те кому мы хотим вызвать и высокий интерес и сильное влияние и вот из того например момента сюда могут точно войти команды потенциальные сюда точно входят давайте перечислять кто вот в квадрат сильное влияние и высокого интереса кто бы хотели чтобы они были в восторге наверное команды команды которые уже действующие команды да которые уже действующие и потенциальные тоже потому что они наши как сказать нашу перспективу на будущее отлично кого еще хотели наверное жители активных молодцы жители активные жители жители в первую очередь инициативные люди я сейчас вам объясню почему потому что зачастую сейчас все говорят и уповает НКО СОНКО это как некий такой знаете главное лекарство как сейчас от пандемии вакцина от всего так и НКО которое спасет мир все что не может делать государство все что не можно сделать на местном уровне в рамках формальной организации все делают НКО на самом деле такого нет особенно глубинкой особенно по сельскими территориями маленькими моногородами городами которые связаны с тяжелым промышленным производством и особой экологической атмосферой рулят инициативные жители это точно абсолютно и если кто-то смотрит например Юрий Дудь как раз делал про Дальний Восток это как раз люди-пассионари инициативные люди которым не нужны некоммерческие организации они сами двигают процесс к примеру Дальнего Востока это показал так вот котрируя таким образом всех кого вы хотите вы увидите письмами рассылками афишами как я на кого воздействую потому что если например берем квадрат слабого влияния но высокого интереса если вы верите что обычный человек гражданин вашего города он слабо на что может повлиять но возбудить высокий интерес его к тому что очень важно благоустраивать пространство мы его переводим вот в этот квадрат он мало что может сделать он не принимает решений но у него есть одна из таких сил одобряю согласен у нас не все художники плохие не все те кто занимаются стрит артом пишут на заборах слово из трех букв то есть мы немножко их меняем сознание вызывая событием какое-то классное место приятное место яркие краски от этого преобразилось пространство у меня возбудился интерес вот например такой имею слабое влияние но хочу проявить высокий интерес это вопрос обычного жителя и вы тоже на него будете его только вовлекать максимальные маленькие посты посты вконтакте или мы однажды в одном поселке реально сделали прикольные нарисованные детьми объявления и расклеили по всем домам люди реально пришли просто пришли посмотрите что это такое или эффект был даже тоже поселок пушной 500 человек жителей раньше рисовали плакатной живописью плакаты теперь купили принтер цветной задизайнили задизайнили красивую афишу формата А3 повесили везде как вы думаете кто-нибудь пришел на мероприятие никто не пришел люди реально испугались они подумали что это не дом культуры но это приехало типа знаете какой-нибудь там ярмарки которая будет продавать шубы и вообще это что-то чужеродное и народное и пришлось потратить 6 месяцев чтобы обычного жителя вовлечь ну приучить его красивой афише то есть когда опять пошли по тому же пути делать маленькие афиши но задизайненные распечатанные на цветном принтере и точно так же максимально их везде развешивать в этом маленьком поселке и люди привыкли к этому и теперь их большие красивые модные афиши уже не удивляют то есть был вот такой вот обычный такой пример то есть в этот квадрат мы переводим обычных жителей и мы понимаем что если есть просто как сказать мы часто очень хотим чтобы органы власти приходили но мы относимся к ним так как у них не особый интерес к нашему мероприятию и мало что они хотят это делать мы их просто информируем и поэтому они не приходят а если как только в квадрате сильного влияния высокого интереса оказываются те же самые специалисты органов власти которые принимают решения разрешают на строительство объектов или включают какие-то интересные решения по благоустройству вот мы сюда их переводим в квадрат сильного влияния и высокого интереса а информируем просто людей мы можем проинформировать просто управляющие компании что проходит такой фестиваль потому что в принципе может быть они нам и не нужны мы просто информируем ТСЖ что вот у нас мы делаем большой дворовой фестиваль будем делать выбирать лучшую клумбу не знаю лучшую клумбу выбираем к примеру или лучшую благоустроенную площадку или самый дружный двор то есть вот этот очень важный момент позволяет нам не переживать и не расстраиваться что мы кучу провели встреч в администрациях и люди все равно не пришли потому что может быть достаточно их просто проинформировать о том что это происходит о том что это было и не тратить много сил энергию а тратить силы на квадрат сильного влияния и на квадрат вовлечения высокого интереса и слабого влияния и конечно есть стекхолдеры которые им они это бизнес это бизнес бизнес очень сильно влияет на развитие города но к тому к благоустройству для них пока на том уровне ценности на котором они находятся пока им благоустройство не очень интересно берем обычный заводской городок им пока это не очень интересно главное чтобы люди работали мы зарабатываем и они могут наблюдать за вами что вы делаете и у них ключевая задача они бы очень хотели чтобы картинка которую вы предлагали сошлась с тем что у вас оказалось внутри если мы говорим про надзорные органы особенно когда мы говорим МВД мы говорим как про бесконечные охранные предприятия и разрешения особенно когда мы проводим массовые мероприятия с новым законодательством им важно как сказать они сильно могут повлиять они могут запретить ваши мероприятия вот могут запретить ваш уличный фестиваль стрит искусства и вы можете их там хоть вдохновлять вы можете с ними вести огромное количество переговоров нести смысл для них это низкий интерес и чтобы не тратить время для того чтобы с МВД согласовывать спорить с ними у них главное чтобы было безопасно главное чтобы вы дали гарантии что в граффити не появится нацистской символики экстремистской символики символики призывающими ну сейчас это в тренде мы не можем это игнорировать к ЛГБТ и ко всему остальному мы понимаем что свободное искусство свободное выражение но например у ключевых таких людей которые дают разрешение на проведение мероприятий у них есть сила мы можем запретить и вы не будете ничего проводить и тогда вместо того чтобы мы с ними спорили или боялись мы с ними ведем переговоры о безопасности подтверждаем гарантии того чтобы мы отслеживаем мы смотрим внимательно какое будет содержание мы подробно расписываем планы схемы того как будет организован поток жителей то есть и тогда от организации мероприятия мы начнем получать удовольствие что есть МВД который у которых мы например являемся хорошими организаторами потому что мы соблюли весь паритет мы где-то что-то согласовали мы правильно подписали документы у нас есть координатор мы отвечаем на звонки мы объяснили как мы организуем поток людей на событии или тот же самый орган власти говорит ребят мне вообще плевать что вы делаете хочу чтобы вы все верно согласовали зачем тратить нести вот эти высокие смыслы его первое прикасание с вами будет то что вы провели события и я это соответствовал моим ожиданиям ничего страшного ничего из ряда вон выходящего не произошло я счастлив я рад молодцы а вот на следующий раз мы уже сможем с вами поговорить о смыслах и о том как может быть мы как-то давайте отрегулируем тему граффити может быть мы не будем там штрафовать и что-то делать в этом смысле я вот про это я сейчас закончу демонстрацию экрана как раз про то что вот этот квадрат этот квадрат и позволяет отсортировать нашу энергию нашу информацию при организации событий всегда у кого-то есть сильное влияние на то чтобы событие состоялось но к нему низкий интерес не надо тратить силы чтобы стучаться вы понимаете мы такие замечательные молодцы ребята но нет и их задача чтобы вы может быть с организаторской точки зрения подошли к этому очень оперативно и хорошо и это будет ваш кредит доверия уж потом вы будете доносить смысл и точно так же органам власти им тоже очень важно особенно когда они что-то вам согласовывают особенно когда они во что-то привлекаются им очень важно это не это не каприз так как это высокий уровень ответственности высокий уровень ответственности на том что ты можешь рисковать своей репутацией это могут быть какие-то административные взыскания и все остальное более того из информационного поля вам еще может это прилететь от кого-то где-то собрать петицию чтобы больше не проводить тот или иной фестиваль тогда специалист говорит ребят вот мне сейчас не до этого у меня тут не знаю висит план ремонт дорог у меня срываются заказчики суды на судах мне вообще не до вашего прекрасного фестиваля но у него главный пунктик чтобы было безопасно чтобы было четко по времени чтобы вы ушли и за собой не оставили кучу мусора и это с этого первого касания может коснуться ваше сотрудничество потому что потом он готов с вами говорить уже о смысле и благодаря этому такому разделению так на кого мы хотим воздействовать мы говорим с ними на этом языке а с кем мы выстраиваем отношения только для того чтобы соответствовать их ожиданиям мы не подстраиваемся мы соответствуем ожиданиям того что это будет безопасно это будет тактично это будет соответствовать нормам пусть существующей цензуре Потому что мы выходим в пространство, где помещениями владеет администрация. И поэтому мы входим в поле взаимоотношений с органами власти. Есть тоже правила игры. Но мы не раздражаемся по ним. На примере нашей республики Карелия мы были одним из самых активных регионов по проведению велопарадов. С 2015 года по 2017 у нас было очень мощное течение. Мы даже летсбайки выделяли нас даже по велопараду как лучших организаторов велопарадов в Петрозаводске, нежели чем в Петербурге. И у нас получилось сделать в 2017 году прямо бесперебойное прямое подключение. То есть у нас губернатор проехался по территории 10 километров, он проехался на велосипеде. И Питер вылетел из прямой трансляции, а мы с Москвой соединились, и это было очень круто и красиво. Так вот, главная трудность была в том, что организаторы никогда не могли согласовать маршрут с МВД. Все выстроено, велосипедисты заряжены, все готовы. Но у кого самый низкий интерес к проведению этого события, это у дорожников. У органов власти, у МВД, АМСУ у них первое. Ребята, просто вы хотите выключить город, сразу нет, никакого нет. Но они сильно влияли, они каждый раз там за день могли не согласовать мероприятия. И когда молодые люди, их выгоняли из кабинета главы МВД, просто, что вы тут такие? То есть они говорят, как это так? Вы не понимаете? Мы за то, чтобы за здоровый образ жизни, что благодаря велосипеду люди будут вовлекаться в активную жизнь, за то, что нужны правила дорожного движения велосипедистов. Они говорят, так, закрывайте дверь, уходите, что это вы тут на меня кричите и мне хотите показать, что я чего-то не понимала. А когда выходил руководитель организации, и когда они говорили только о том, как сделать безопасность, они говорят, давайте мы с вами посотрудничаем, давайте мы вместе с вами прорисуем маршрут. Вот тут глава МВД такой, а вот теперь, Анастасия Неровная, уважаемый лидер велодвижения в республике Карелия, я с вами поговорю. И благодаря этому у нас согласования были три года на спокойном уровне. Мы перекрывали центральную улицу города. Для городов 230 тысяч населения представьте себе на два часа перекрыть главную центральную улицу. У нас есть проспект Ленина, а там, например, в Петербурге это Невский проспект. Представьте ее перекрыть. Но мне кажется, какой там губернатор или там глава мэрии согласится. Это очень трудно. Но благодаря тому, что люди, которые имеют очень сильное влияние, ты проговариваешь с ним те моменты, чтобы ваше мероприятие соответствовало их ожиданиям с точки зрения безопасности, оно у тебя состоится. И от этого, ну, с одной стороны, велопарады сейчас не проводятся. Почему? Потому что есть и тот же самый риск, когда все-таки представители власти, контрольно-надзорные органы, имеющие сильное влияние, будет ваше событие или нет. Если оно так и не разделило ценности, то на четвертый, на пятый год вы можете не проводить это событие. И оно абсолютно естественно не будет проведено. Как у нас случилось в республике Карелия. При существующей активности всего остального отклика дальше не последовало. Но был и третий момент. Сами велосипедисты не захотели организовывать велопарад в свой момент. Им было просто очень хорошо. То есть они были только на этапе, все три года только вовлечении. И сформировать вот это сознание, что мне это нравится, я от этого весь горю, этого не случилось. И у нас велопарада, ну, как, в принципе, насколько я знаю, в Москве и Петербурге велопарада не существует по разным объективным причинам. Поэтому, чтобы такого не произошло, я призываю всегда анализировать перед запуском мероприятия, вот тех и выявлять те организации, тех специалистов, которые действительно имеют сильное влияние, но слабый интерес к тому, что вы делаете. Игнорировать их нельзя, потому что это тоже одна из составляющих успеха проведения мероприятий. Заморочитесь. Заморочитесь перед, не только над содержанием, а кого мы пригласим. А все ходы, как уже приглашать, вы знаете. То есть это очень интересная работа. И при общении с каждым чиновником я с уважением отношусь к каждому специалисту любого органа власти. Отношусь с уважением, если он находит просто хотя бы минутку, услышит, что да, мы проводим фестиваль в парке. Ладно, идите уже, не ставьте рамки, все, идите, не ставьте рамки, иди, все, там у вас все нормально, тихо. Вход есть один, вход второй, все, не ставьте эти рамки, никто не придет к тебе там с ножом или с пистолетом. Но это три года, ты три года ходишь там, что-то в уши вливаешь, ответственно себя ведешь, переносишь пункт входа в парк. Не там, где он есть, а там, где нужно МВД. Ты три года терпишь это, а потом в последний момент, да, идите уже, спокойно. Ну вот, это эффект того, что этот стейк-колдер, этот специалист вовлекся в другом квадрате внимания над вашим событием. Вот и все. Поэтому я просто призываю всех, чтобы, так как все, что связано с развитием городских, общественных пространств, не игнорировать тех, кто имеет сильное влияние, но абсолютно низкий интерес. И не тратить много сил и энергии на СММ и таргетинг, на тех людей, которых нужно просто проинформировать. Это большие деньги вы потратите, и в результате просто проинформировали, но человек не пришел. Потому что у вас ключевая задача, чтобы человек пришел, вовлекся, зажегся, оставил что-то там, голос, деньги или так далее. А это вот эти два важных квадрата. Туда денег нужно тоже вливать, ресурсов, энергии и навыков именно в ту сферу. Вот. Спасибо. Надежда. Я надеюсь, это не подвела вас. Да, все отлично, очень интересное было выступление, необычное, интерактивное. Немножко все, наверное, взбодрились, да? Спасибо, да, отлично. Можно, Ирина, поскольку у вас презентации не было, если можно, ваши контакты, например, там, страничку ВКонтакте оставить в диалоге, если вдруг есть желание тоже там пообщаться как-то, да? Спасибо. Коллеги, у меня осталось буквально одно важное дело. Перед завершением фестиваля мы, как бы, да, официальный вывод завершили. Всех поздравляю, что мы провели эти два дня в онлайне, что у нас все получилось. И хочу поблагодарить вас всех, координаторов, за проделанную работу. Мы приготовили такие необычные благодарственные письма, интерактивные, электронные, да? Мы будем рады их вам вручить в бумажном виде, когда мы встретимся, надеюсь, вживую. Пока вот сейчас я запущу демонстрацию экрана, надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Сейчас, сейчас я это сделаю. Слайд-шоу, так, слайд-шоу сначала. Да, и хочу сказать, что благодарственное письмо вручается Ане Ярастовой, координатору фестиваля современной культуры «Хорошо там, где мы есть», в городе Инза. Давайте как-то, не знаю, порадуемся за Аню, хотя ее и с нами сегодня нет, но мы ее благодарим. Также благодарственное письмо мы вручаем Екатерине Петриковой, координатору фестиваля современной культуры «Хорошо там, где есть мы», в городе Инза. У нас два координатора, у нас необычная территория, тоже поздравляем. Спасибо. Благодарственное письмо вручается Александру Суркову, координатору проекта фестиваля современной культуры «Хорошо там, где есть мы», в поселке Теренга. Тоже, Саша, спасибо тебе огромное. Благодарственное письмо вручается Сергею Заднему, координатору фестиваля современной культуры «Хорошо там, где есть мы», в поселке Кузоватого. Саша, Сереж, спасибо большое за работу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо за благодарность. Хочу сказать, что у нас активистов трое. Это не только я, но и Рамиль Литфулов и Марат Абазов. Они тоже принимали самое активное участие. И вообще вот этот фестиваль, он говорит о том, что мы можем все, а еще больше мы можем в команде. Когда есть рядом люди, единомышленники, которые думают, как ты, желают того, чего желаешь и ты, то работа спорится и получается все прекрасно. Когда есть такие замечательные организации, как фонд Ульянов, культурная столица, но кластер творческих индустрий, другие, то всегда приходит и поддержка, и творчество, и в общем все самое-самое замечательное. У меня только благодарности, только самое-самое приятное впечатление. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Я тоже хотел бы сказать спасибо большое за такую возможность предоставили поучаствовать в этом фестивале. Только-только еще не успел даже влиться в работу. Через неделю уже такой опыт, уже такой фестиваль. Данный арт-объект, вообще то, что мы сейчас получили, это очень большой опыт. Он нам очень нужен, потому что в предыдущий год у нас ничего существенного такого не произошло, а здесь уже за полгода у нас вот такие результаты. Спасибо большое мастерам нашим, то есть экспертам, которые приезжали, потратили свое время, то есть за их силу, за их волю, за веру в нас. Спасибо фонду Ульянов, культурной столице, спасибо всем. Почаще в такие фестивали будем уже делать сами. Надо, кстати, попробовать самим уже. Не последний он был, спасибо. Еще кто-то хочет что-то сказать или будем завершать? Ну еще позвольте мне сказать, Надь. Давай. Что хочу сказать. Вот лично у меня ощущение от этого фестиваля в целом и от фестиваля онлайн двухдневного. В целом о фестивале действительно что-то новое, что-то необычное, особенно на территории. Прямая работа с местным сообществом, не на словах, а на деле, на земле. Это очень дает новые, новые способы, новые знания, новые умения. Что такое? Поэтому это очень важно. И самое главное, конечно, спасибо организаторам, не буду предпочитать их много. И один из самых главных организаторов, собственно говоря, благодаря кому это все состоялось, это фонду президентских грантов. Не было бы победы и тем авторам проекта, которые этот проект славно написали. А касаемо двухдневного нашего фестиваля онлайн, лично у меня это первый опыт фестиваля онлайн в зуме, сидя перед ноутбуком. Но тем не менее, этот опыт не меньше значительным, чем реальные фестивали, которые были. Очень сильно понравилось выступление. Вот сегодня был день живой. Очень живой. Вот прям вот, если вчера он был на 100%, сегодня прям на 150, на 200 живой. Особенно в конце это прям был вот интересный опыт, когда тебе действительно такая не презентация, а интерактив с тобой проводится. И когда ты не чувствуешь вот этого зума, ты не чувствуешь этой камеры, ты чувствуешь личное присутствие каждого. Как будто каждый рядышком сидит. Поэтому спасибо еще раз всем за участие, за опыт, за новый опыт. И надеюсь действительно, что ни один президентский грант еще мы с вами вместе реализуем. Спасибо, я тоже надеюсь на это очень. Все, да? Все мнения вы сказали? Да, вот Олеся хочет еще, да, давайте. Да, я пару слов скажу. Хотела бы сказать огромное спасибо всем координаторам третьих мест за привлечение людей, за привлечение молодежи и разных категорий населения к нашему фестивалю, вот, к совместному нашему фестивалю и арт-объектам. Вот, будем надеяться, что они будут жить и дальше, и развиваться вокруг них будет территория еще больше. Поэтому спасибо всем огромное. Вот, говорится, до новых побед. Так, коллеги, ну все, тогда завершаем. Еще раз, да, напоминаю, что у нас этот проект смог состояться при поддержке фонда президентских грантов. Им большое за это спасибо. И будем на связи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok